В общем, человек испытал большое счастье при постановке голоса и спрашивает, почему такое счастье она испытала. Потому что каждый человек имеет право испытывать счастье. Если от этого я испытал счастье, значит, от этого. Это обычное дело. Человек имеет право быть счастливым. Вот здесь технические вопросы по лечению задаются. Вот есть Игорь у нас, он на все вопросы, можно ли подобрать камни, веточки там и все прочее. Вот Игорь, врач, приехал специально со мной, бесплатно консультацию по здоровью дает. У него спрашивают. По здоровью вопросы все к нему. Что-то, по-моему, один и тот же человек мне с тысячей вопросов задавал. Давайте кто-то еще. В своих лекциях вы говорите, что молитва должна начинаться с поклона святому человеку или духовному учителю. Только потом их сила святости передается другим людям. А как молиться за своего духовного учителя, если сейчас ему нужна помощь? И он находится в очень сложном и трудном положении. Я только что вернулась из Индии и была у ведического астролога. На вопрос, когда закончится этот сложный период в его жизни, он сказал, что через год, если я и другие ученики будут за него молиться. Хороший вопрос. Дело в том, что молиться за духовного учителя – это фактически молиться за себя. Потому что духовный учитель находится на этой земле по милости Бога. И мы молимся просто о милости, чтобы духовный учитель продолжал оставаться на этой земле. Потому что для него уже нет разницы, здесь жить или там. То есть ему нет необходимости здесь задерживаться дольше, чем он находится уже. И поэтому, если это настоящий духовный учитель. Поэтому мы молимся Богу за то, чтобы духовный учитель смилостивился над нами. Господь смилостивился над нами. И дал нам возможность больше общаться с духовным учителем. Если Господь смилостивится, то Он даст больше возможностей общаться с духовным учителем. С точки зрения здоровья или силы, ученик вряд ли может помочь своему духовному учителю. Никогда вода вверх не течет. Она течет только вниз. Если человек слабее своего духовного учителя, он не может ему фактически ничем помочь. Он может только взять от него. Поэтому надо молиться за то, что я смогу дальше получать наставление. Пусть мой духовный учитель дальше живет на земле. Пускай у него здоровье будет лучше. Надо молиться Богу. И также обращаться к своему духовному учителю с этим вопросом. Поэтому у нас немножко звук не так работает. Надо подрегулировать звук. Он идет какое-то то ли эхо, то ли что-то такое. Вот так надо молиться Богу в основном в плане с духовным учителем. Я уже много раз такие случаи встречал в жизни, когда ученики не давали духовному учителю уйти в духовный мир. Один случай я вам сейчас расскажу. Это произошло где-то, может быть, 4 года назад. Им духовный учитель получил инсульт. И он должен был оставить тело. Раз, два, три. И он должен был оставить тело, потому что кровоизлияние пошло в глубокий мозг и остановилось дыхание. Но так как его вовремя привезли в больницу, эта больница тоже ведическая больница, есть в Бомбее больница, где работают люди, которые занимаются духовной практикой в ведической культуре. Эта больница называется Бактивиданта-госпиталь. Его принесли в эту больницу и поставили его на аппарат искусственного дыхания. И врачи считали, что он не выживет 100%. Потому что кровоизлияние задело жизненно важные центры. И у него, у этого человека, 50 тысяч учеников. И они все начали молиться за него активно. И эта молитва очень сильно действовала, потому что он не уходил из жизни и оставался в теле. И эта молитва продолжалась месяц. И только через месяц он начал дышать сам. Но в ней приходилось еще полностью в сознание. И потребовалось еще какое-то время для того, чтобы он еще смог дышать в полной степени сам. Потому что к нему периодически подключали аппарат искусственного дыхания. Не хватало сил дышать. И так длилось еще месяц примерно. И после этого он начал двигаться и так далее. Сейчас он активно живет, хоть у него как бы ограничено движение. Он постепенно восстанавливает речь. Через нескольких лет все лучше и лучше говорит уже. Когда ему задали вопрос, как он это все время себя чувствовал, он ответил, что он должен был уйти из этого мира. Но так как ученики молились, он почувствовал, что ученики задержали его остаться в этом мире дальше и служить им, заботиться о нем. Но и у него было желание уйти из этого мира. Но так как учеников желание пересилило, поэтому он остался. Таким образом мы можем видеть, что когда у наставника плохое здоровье, это больше ученикам нужно, чтобы он был здоров, а не ему самому чаще всего. Мне 34 года, я не замужем, слушаю ваши лекции, понимаю, что надо работать над собой. Однако пока больше страданий по поводу незамужества. Как и... Как и о чем правильно молиться. Понимаете, в этом мире все предельно просто. Пока женщина думает о своем замужестве и хочет счастья для себя, она не сможет быть счастливой. Так же, как мужчина, пока думает о своем счастье, он не сможет быть счастливой. Все, что мы в этом мире, если мы получаем само собой, значит здесь нет экзамена. Например, некоторые девушки само собой выходят замуж без напряжения. Это значит, что они этот экзамен сдали уже в прошлой жизни. Но чаще всего сейчас, в наше время, выйти замуж само собой непросто. Потому что общество, оно находится в таком очень невежественном состоянии. Чем больше деградируют люди в плане внутренней жизни, тем меньше шансов у них жить семейной жизнью. Потому что деградация подразумевает одиночество так же. И это уже начинается чаще у людей уже с рождения. То есть уже сама судьба так устроена, что выйти замуж очень сложно. И по факту, девушка, если она хочет выйти замуж, она просто должна учиться не желать любви себе. То есть желать выйти замуж означает желать себе любви. Она должна научиться отдавать любовь. И в тот момент, когда ее возможность отдавать любовь станет больше, чем ее желание наслаждаться любовью, в этот момент на нее начнут обращать внимание сразу. Это не надо долго ждать. Большинство девушек хотят наслаждаться любовью. Поэтому они некрасивые. Красота означает отдавать любовь, служить. Как есть черная дыра. Ее вообще не видно. В нее только энергия входит. Ее вообще не видно. Черную дыру. Но если энергия выходит откуда-то, как из солнца, допустим, энергия выходит, то солнце, оно отдает энергии целой земле. И везде свет и радость от этого происходит. Так и девушка, когда она начинает не конючить, что ей надо выйти замуж, и хотеть счастья себе, мужа, и когда на нее смотрит, не делать квадратные глаза, а типа на меня смотрит, это хорошо. Надо не обращать внимания, смотрит на тебя или не смотрит. Надо просто служить всем своей. Женщина по природе имеет доброту, заботливость, отзывчивость, нежность, покладистость, покорность, застенчивость и так далее. Эти все качества предназначены для того, чтобы приносить счастье людям вокруг. Но если женщина постоянно думает о своем счастье, она в мечтах живет, то это значит, что она никогда не выйдет замуж, она может на всю жизнь остаться одна. Женщина должна не в мечтах жить, а в служении. Она должна учиться готовить, учиться заботиться, чистоту соблюдать, учиться общаться, учиться приносить счастье родителям, подружкам, знакомым и так далее. Вот она должна чем заниматься в жизни. И меня спрашивает здесь эта девушка, какую мне молитву читать, чтобы быстрее выйти замуж? За какую ниточку надо Бога дернуть, чтобы Он мне дал то, что мне не положено? А ни за какую ниточку его дергать не надо, потому что Бог никогда не дает то, что человеку не положено. Зачем ему это давать? Будет только хуже от этого, а не лучше. Поэтому не надо читать молитву за то, чтобы выйти замуж. Нужно читать молитву за то, чтобы мозги встали в нужном направлении, чтобы начать быть активной, активную женскую жизненную позицию занимать, а не позицию печали и тоски. Ясная ситуация? Все понятно? И не бывает в жизни такого, что человек заслуживает чего-то и не получает. Такого никогда не бывает. Приведу пример чисто с врачебной практикой. Допустим, если врач, он может помогать людям, ему не надо даже рекламу делать. Это быстро распространяется и все узнают о нем. К нему люди сами идут на лечение. Вот у меня, как я лечил зубы у одного стоматолога. Он просто в деревне, где я живу, работает там в населенном пункте, сейчас говорят. Он там работает и к нему очередь постоянно. Он очень быстро делает зубы. Очень качественно. Я был в трех серьезных клиниках, мне сказали везде, что этот зуб надо дергать. Когда я к нему пришел, он посмотрел, говорит, нет, мы его вылечим. Ему, конечно, очень много работать с этим зубом пришлось, но он его вылечил. Там была киста, там очень большие проблемы. Он вылечил нормально, зуб отлично себя ведет. Но у него нет проблем с тем, чтобы рекламу делать по лечению. Люди сами к нему валят и только успевают записываться. То есть, надо за неделю, за две заранее записываться к нему на прием. это всегда и везде работает одинаково. Когда человек приходит, время себе жилье найти, когда он достоин, чтобы жить в своем жилье, то он получает жилье. Когда человек достоин жениться, он женится. Когда человек достоин чего-то в своей жизни, он немедленно это получает. Поэтому нет необходимости у Бога конючить что-то. Дай мне квартиру, дай мне мужа, дай мне здоровье, еще что-то. Не надо конючить. Просто действуй так, чтобы удовлетворить этот мир и Бога, и людей. И тогда ты получишь все само собой. Для этого не нужно ничего просить. Единственный человек должен чего себе просить, он должен просить возможности развиваться духовно, иметь силы победить свою судьбу. Вот что он должен просить. Все остальное к нему приходит само собой. Не думайте, что мы чем-то обделены в этом мире. Мы получаем всегда то, что нам положено немедленно, немедленно, без отложений. А вот плохая карма к нам приходит позже, чем положено, потому что мы не хотим, чтобы она была. Например, когда человек ограбил банк, он думает, я не хочу, чтобы меня обнаружили. И все его благочестие, которое он в жизни сделал, идет на то, чтобы его не обнаружили. Он говорит, я не хочу этого, не хочу, хорошо, не хочешь, не надо. Но это не помогает ему. Его все благочестие уходит на то, чтобы продолжать грабить до тех пор, пока она не кончится. А когда она кончится, извини, теперь ты будешь наказан. Поэтому люди чаще всего свою энергию счастья используют не по назначению. Они ее тратят за зря. Даже если Бог им ее дает. Например, когда человеку хорошо, ну просто хорошо жить, он перестает соблюдать режим дня, перестает питаться правильно, перестает делать хорошие вещи, расслабляется, начинает делать глупости. Он использует энергию счастья, которую Господь ему дает. Неправильно чаще всего. Неправильно. И поэтому жаловаться на Бога, что нам чего-то тут не достает, не хватает, это бессмысленно. Потому что в основном люди просто немедленно используют то, что им дают, Бог дает, и считают, что надо больше. Например, Бог дает деньги для того, чтобы жить. Люди часто их тратят на ненужные вещи. Они начинают что-то себе покупать, какие-то крутые машины там. Хотя Бог эти деньги дал просто на то, чтобы нормально жить. Нормально это не означает купить там сверх какую-то звуковую машину. Зачем она тебе нужна? Просто живи спокойно. Жизнь человека не предназначена ни для роскоши, ни для излишеств. Она предназначена для постижения своей духовной природы. Потому что те люди, которые в роскоши и излишествах живут, они не понимают, что они зря тратят ту силу, которую они скопили в прошлых жизнях. Эта сила благочестия, она много чего может дать. Энергия счастья копится добрыми делами. Когда человек молится, жертвует, аскезы совершает, делает добрые дела, то энергия благочестия копится в его жизни. И эта энергия благочестия может быть потрачена на все, что угодно. можно на нее телок себе находить, можно на нее купить себе чрезмерную квартиру какую-то и там бегать по ней, футбол играть. Можно потратить ее на то, чтобы кучу денег себе заработать. Можно потратить на то, чтобы иметь власть в этом мире и так далее. Но понимаете, проблема заключается в том, что мы здесь живем совершенно безмозгло, не понимая, что эта жизнь очень скоро закончится. А что будет дальше с нами, мы не знаем. Мы не понимаем, что наша жизнь предназначена для того, чтобы в следующей жизни мы получили больше возможностей опять же развиваться духовно. Потому что в конечном счете мы должны жить в духовном мире. Тот мир, в котором люди в муках рождаются, в муках умирают, в муках живут, он не предназначен для нашей жизни, мы предназначены для счастья. Это место, в котором мы сейчас живем, оно не предназначено для счастья, земля не предназначена для счастья, она предназначена для экзаменов, для того, чтобы мы сдавали эти экзамены. Здесь не надо надолго задерживаться. Как здесь концерт был новогодний И Ярослав Климанов, мой друг, пел такую песню Хорошая я стоянка на пути про землю Это стоянка на пути всего, понимаете Это не место, где мы должны сильно уж думать Люди часто в 60 лет очень сильно беспокоятся о том Будет ли у них больше квартира или нет И успеют ли они до смерти сделать европейский ремонт Это же безумие, кому-то этот ремонт нужен потом будет Детям останется Да дети сами о себе позаботятся, не волнуйся Чего они, без мозга, без рук, без ног? Твоя жизнь предназначена прежде всего для твоего счастья Ты позаботься сам о себе Чего? Не нравится микрофон? Вам не нравятся эти микрофоны? Раз, два, три Мне кажется, нормально они? Нормально, Саша? Да, нормально Я чуть подальше поставлю Поближе, да? Вот так нормально? Хорошо Я в центр управления полетом Сегодня очень важная лекция Я немножко волновался, когда готовился к ней Вы знаете, что здесь длительное такое мероприятие будет То есть после моей лекции будет целый фестиваль здесь Ну то есть будет еще одна лекция одного возвышенного человека Моего наставника и духовного учителя моей жены Вадима Тунеева Спасибо большое Вы видите человека, который всю свою жизнь посвятил духовной практике своим ученикам Он отвлеченная личность У него высокий сан духовный достаточно Входит в совет всемирного управления нашим движением духовным Которым я нахожусь Ну то есть послушайте его лекцию Вы увидите, что он необычная личность Итак, сегодня мы говорим о молитвах Правильно? Об этом мы говорим И Я сейчас посмотрю Что заявлено было конкретно Что было Следовать расписанию У нас лекция будет чуть короче, чем обычно Потому что много мероприятий Что-то не хочет Начало шипеть немножко Наверное, просто близко слишком просто Итак, записки можете не нести Ответы на вопросы на ваши не будет больше никаких Мы сейчас будем говорить о молитве Итак, первое, что следует знать Это слово мантра Или так, как ведок называется молитва Оно переводится Ман означает ум Тра означает Оружие, орудие То, что меняет его То, что является рычагом для ума То есть мантра означает Работа с умом Означает то, что меняет ум Меняет возможности ум Это наша жизнь То есть в уме находится судьба человека Фактически мантра это то, что меняет судьбу Судьба находится в области сердца Вот здесь вот в центре сердца Находится душа Вокруг души Такой шар энергетический В котором находится карма Или все события и поступки Которые мы совершали в прошлом Когда человек Когда душа Да? Вот так нормально? Так лучше, да? Хорошо, тогда все-таки другой микрофон Сейчас мы все исправим Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Возьмите Возьмите А, да Короче, мне ничего не будет полез Спасибо Спасибо Раз, два, три. Нормально? Все слышно? Хорошо? Хорошо. Итак, в целом, не важно, как называется то, что я сказал, мантра или молитва, важно понять смысл, для чего это надо. Что это надо? Так оно и есть. Человек может непосильным трудом, каким-то аскезами какими-то, может чуть-чуть больше урвать в жизни, чем ему положено. Но это неэффективный метод учежития. Допустим, что-то делать своими силами. Я приведу пример. Допустим, в водоеме есть определенное количество воды. Небольшое. Что эффективнее, подсоединить воду из другого водоема побольше и пользоваться этим водоемом в больших целях, или просто выкачивать воду из этого водоема и ждать, когда дождик или еще что-то туда добавит воды? Даже никто не отвечает, все понятно, да? Что надо однозначно, если есть возможность, брать воду оттуда, где больше. Понимаете, психическая энергия человека сравнивается с этим водоемом. У нас есть водоем вот здесь внутри нашей силы, нашей психической силы. И этот водоем, он связан канальчиками со всеми нашими родственниками, с тем, с кем у нас есть близкие отношения. Даже когда они уходят из жизни, они пользуются нашей энергией. Это легко можно проверить и понять. Когда человек оставляет тело, уходит из этого мира, другой, то у нас тяжесть может возникнуть на сердце. Эта тяжесть указывает на то, что водоемчик иссушился, он забрал с собой всю нашу силу, потому что ему нужна помощь. И мы не знаем, что это происходит без нашего ведома. Допустим, ребенку нужна помощь, мать чувствует переживание. Переживание означает, вытекает водичка. То есть водички становится меньше, чем счастье. Есть уровень счастья, такой, как в корабле. Когда корабль плывет, у него такая есть ватерлиния. Ватерлиния – это то, ниже чего судно не должно подгружаться, иначе опасность есть, что она затонет. Также у нас есть ватерлиния, то есть в уме. Есть такой предел, после которого энергии не хватает на настроение и на здоровье. Дело в том, что ум питает энергией счастья весь организм. Он кормит наше здоровье, кормит энергией счастья наш характер, наше настроение. И по факту, для того, чтобы, допустим, устроиться на работу, выйти замуж, для всего ему нужна энергия счастья. Когда человек переживает, я не могу выйти замуж, не могу выйти замуж, это значит, что энергии счастья не хватает для этого. В водоемчике уже нет силы для этого, нет возможности. И так как водоемчик не подсоединен к другому водоемчику, более большому, возможности и не появляются. А водоемчик чем занимается? Он просто пытается использовать то, что есть. Он устраивается на работу, он пытается там встречаться, где-то ходит. Если водоемчику не хватает денег, то он устраивается на работу и пашет, как и шаг, пытаясь больше заработать. Но фактически чем он занимается? Он пытается как-то выудить воду из окружающего пространства, в котором она не всегда бывает. Ну, допустим, он пытается дожди собрать или еще что-то. Как-то он пытается увеличить количество воды с помощью своих усилий. Сосет воду из земли, из соседней там, ну, откуда-то пытается вытащить ее. И чуть-чуть побольше становится. Но этот водоемчик не знает, что есть больше, более высокая вода. Надо хотя бы это предположить сначала, и потом в эту сторону начать двигаться, пробивать канальчик. А потом, когда канальчик пробьется, то вода из более большого водоема начнет течь в маленький. И человек наполняется счастьем и верой в этом случае. Потому что более большой водоемчик — это Бог. И есть промежуточные водоемчики между Богом и человеком. Это святые люди, святые места, священные писания, которые дают возможность подключиться к большому водоемчику. Понятно, да? Но мы из-за тупости своей, из-за неграмотности, мы не хотим двигаться в этом направлении. Мы в основном пытаемся жить своими силами в этом мире. Как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. Первый тайм мы уже отыграли, и всего лишь успели понять. Всех друзей мы уже потеряли, постарайся себя не терять. Ну, это означает, что человек живет неправильно. Потому что человек не должен ничего терять в этом мире. Он должен только приобретать. Потому что есть наружная жизнь, или внешняя жизнь, или внешнее сознание. Мы ищем счастье в этом мире. Нам всегда приходят радости, когда их ждешь. И ручей наполнен радугой, и горьких слез. Вот, то есть, мы пытаемся найти радости в этом мире. Мы верим в будущее. Мы верим, что счастье когда-то придет. Самая лучшая песня не спета, самая лучшая девушка, где ты? Все еще впереди, все еще впереди. Мы верим, что когда-то все будет лучше. Но оно лучше не становится. Потому что мы стареем. Тело-то стареет. И тонкое тело тоже интересным образом работает. В маленьком теле, маленького ребенка, больше энергии счастья. Потому что больше благочестия выходит наружу в детском возрасте. А в старости больше тяжелой кармы выходит наружу. Поэтому людей крючат с возраста. Бывает человек здоровый, но у него все равно меньше сил, меньше возможностей, больше трудностей в жизни. Но мы верим, что завтра будет лучше, чем вчера. Потому что душа, она с другим временем соприкасается. Есть два времени в этом мире. Одно время старит все, уменьшает счастье. Это материальное время. Оно все уменьшает счастье во всем. Все предметы стареют, и тело стареет. Все стареет. В психике человека с каждой секунды все больше трудностей выходит. Маленький ребенок излучает счастье. Мама каждый день целует его в попу, не нацелуется. То есть она испытывает радость, просто наслаждается своим ребенком. Ну а если та же самая девочка маленькая, которая попу целует, если она 70 лет спустя ее уже в попу никто не целует, бабушку никто в попу не целует. Потому что она счастье уже не излучает. Понимаете, от нее уже исходит другая энергия совсем. это означает, что со временем все становится хуже, а не лучше. С точки зрения жизни в этом мире не лучше, а хуже. Девушка думает, да я пошел вам нафиг, я разведусь с ним, новую себе получше найду. Не факт. Ты уже не такая красивая, как раньше. У тебя уже благочестия не так много, потому что все благочестие, вся водичка, озеро, счастье, уже на этого человека ушла. А дальше ты хочешь нового. Это надо новую водичку где-то искать, а нету. Кончилась водичка. Понимаете, и вот такая жизнь. Люди надеются, что что-то будет лучше, а становится все хуже и хуже. Но душа связана с духовным временем. А духовное время, оно по другому принципу действует. Оно действует по принципу все возрастающее счастье. В душе, в духовной жизни счастье все возрастает, если человек вновь и вновь отправляет свое сознание в тот водоемчик, откуда вытекает вода, и куда и в тот водоемчик, где вода дает нам энергию счастья нашей, воды внутренней. Это называется вера. Но смотрите, большинство людей не верят в духовную энергию. Они верят в счастье в этом мире. Большинство людей верят в то, что здесь можно получить счастье. А счастье здесь означает тот же все, тот же мой водоемчик. Не чужой какой-то, а мой. Люди думают, что за счет мужа, женщина думает, за счет мужа я буду счастлива. Но он олицетворяет всего лишь твой водоемчик. Он тебе даст столько, сколько тебе положено по судьбе. Понимаете, это всего лишь твой собственный депозит, который положен в другом банке просто. Не у тебя в доме, а в банке он лежит. То есть приходит муж. Это твой депозит просто. Это твоя собственная энергия. Он тебе даст столько, сколько тебе положено. Он не даст больше счастья. Если человек верит в мужа или в жену, то он разочаровывается очень сильно потом. Потому что не положено. Вроде бы вот уже и счастливо начали жить. И что-то опять не так. Сколько положено, столько получишь. Чуть-чуть счастья, чуть-чуть страданий. Или много счастья, много страданий. Или мало счастья, много страданий. Все зависит от того, что тебе положено от него. Поэтому рассчитывать на близких людей, на то, что я страну поменяю, мне лучше счастья, больше будет. Таких нет людей, чтобы поменяли страну, больше счастья. Потому что везде разные формы счастья во всех видах, во всех странах. Америка, Америка, хорошая страна. Там, допустим, больше счастья. Можно там больше вот внешней красотой получить счастье. Больше от отношений. Потому что люди не ругаются матом. Очень вежливо разговаривают. Можно счастье от отношений. Можно счастье от природы. Допустим, в Лос-Анджелесе олени бегают по улицам и зайчики прыгают. Классно? Там тепло. И нет зимы. Когда я туда приехал, я не почувствовал счастья. Потому что там, где счастье находится в душе, там меньше, понимаете. Там камень. Там тяжело до людей достучаться. Тяжело семью создать. Нужно от 5 до 10 лет встречаться, чтобы люди просто женились. Померить. Но там другого счастья больше. Одного больше, другого меньше. Везде все одинаково, понимаете. Кажется, там лучше приехал, потом бац, там нет того, что здесь. Некоторые люди приезжают в Россию и видят теплее отношения. Как-то проще. Сначала женились, потом подумали, зачем. Там люди много думают, зачем, потом женятся. Некоторым людям так проще жить. Сначала женился, потом подумал, зачем. А уже поздно. И нормально. Им так больше нравится. Сначала дружиться, а потом ругаться и мириться. Слишком большая дистанция между людьми не всегда нравится. Таким образом, можно проанализировать все страны. Все страны, и везде что-то лучше, что-то хуже. И каждый человек не получит на этой земле ничего больше или меньше. Просто все распределено по-разному. Например, допустим, едешь на юг, там много счастья от тепла. Но там много несчастья от жары и от инфекций. Мы едем весной и осенью, думаем, что там всегда так будет хорошо. А там есть еще жара, которая вышибает мозги. Не меньше, чем холод. И так далее. Ну, то есть, можно много-много приводить примеров. И суть одна, что в этом мире, в котором мы живем, нет счастья. Это отбликс духовного счастья. Это отбликс счастья. Вот в деревьях, в птичках, в траве, в реке. Все, что мы видим, это отбликс духовной энергии. Энергия дерева в тысячу раз красивее, чем то, что мы видим в этом мире. Потому что она, всего лишь в дереве есть душа. Душа просачивается сквозь это дерево. И это отбликс счастья, который оно излучает. Потому что дерево может давать счастье в тысячу раз больше, чем здесь, в этом мире. Этот материальный мир, в котором мы живем, он предназначен для экзаменов, не для счастья. Человек сдает экзамены, и чуть-чуть счастлив. А потом дальше надо сдавать экзамен. Здесь нет такого, что прямо ты будешь наслаждаться жизнью здесь, по полной программе, как люди хотят. Но и в этом мире можно жить счастливо всю жизнь. Но для этого надо поменять краник, переключатель, выключатель каждый день. Надо же каждый день включать выключатель на внутреннюю жизнь. Надо каждый день подключаться к источнику счастья. Не тратить себя. Ты как бы, когда ты во внешнем мире счастье ищешь, ты против тратишь свое счастье. Допустим, я с мужем наслаждаюсь. Вот одна женщина ко мне подошла. Говорит, Олег Инатьевич, мы нормально жили 8 лет. Потом что-то, блин, кончилось счастье. И я думаю, может мне развести с ним. Ну, если найти себе другого. Так я говорю, вы пользовались просто друг другом все это время. А теперь надо начать друг другу служить. Теперь надо настоящая жизнь только должна начаться. Вы израсходовали энергию друг друга. Просто израсходовали. Вы наслаждались друг другом. Вот смотрите, допустим, я беру жену, тискаю ее, целую, обнимаю. Я общаюсь с ней как с личностью в это время или нет? Я просто использую телесное счастье, которое из нее исходит. Я ее эксплуатирую. Но ее как личность я не знаю. Я не знаю, что она нуждается в заботе, в любви, в текле, в ласке. Я не думаю об этом в это время. Я просто использую энергию счастья, которое из нее исходит. Это любовь или нелюбовь? Часто женщина думает, почему она по мне не заботится? Он же меня любит. Так он не любит. Он просто эксплуатирует твою энергию. Так моя сестра родная, двоюродная, сидели, ей было по пять лет возле телевизора. Не смотрели на курочку. Курочку почему-то начали жарить. И одна двоюродная сестра заплакала, а родная заулыбалась. Та, которая заплакала, говорит, я люблю курочку. И это говорит моя сестра тоже, говорит, я тоже люблю курочку. Жареную. Любовь к курочке бывает разная, понимаете? И так же и к женщине тоже. Один любит женщиной наслаждаться, а другой любит о ней заботиться. Это противоположные вещи. Это не одно и то же. Не думайте, что из желания наслаждаться женским телом вытекает забота о ней. Желание о ней заботиться. Это бред полный. Из одного, из другого не вытекает. Это точно так же, как желание наслаждаться мужеством, деньгами, властью, возможностями мужа. Это не означает, что женщина хочет понять его как человека. Какие у него наклонности, устремления в жизни. Принять его поведение, понимание вещей. Когда мужчина начинает женщине такое что-то объяснять, как он живет, ей по барабану. Ей нужны от него деньги, влияние, квартира, забота, нежность, доброта, ласка, внимание. А ее вводимагогия ей не нужна. Никакой любви в этом нет. Мы с вами живем в мире, в котором само собой любовь не возникает. Это просто самообман. Люди живут друг с другом, просто пользуются друг другом по 6-7-8 лет в среднем, статистически. И когда уже заканчивается вот эта энергия балдежа, люди пинка под зад друг другу дают и расходятся. И дети, ради которых семья была создана, остаются ничем. Но так мы живем. И причина такой жизни заключается в том, что у нас нет образования. Мы просто не образованы, не понимаем, как жить. Вся эта цивилизация, она направлена на вот эту вот культуру потребления или внешнюю культуру. Вот смотрите, раньше люди, они каждый день читали молитву, читали Библию, они думали о чем-то возвышенном, прощали, учились простить, прощение, прощать и так далее. Вот этим они занимались весь день. Теперь, чем мы весь день занимаемся? Мы весь день, когда мы не работаем, мы смотрим телевизор, видите, это потребление. Не из себя что-то, молитва, это из себя выдавать что-то, прощать, это из себя выдавать, просить прощения из себя. Благословлять это из себя что-то выводить. Но сейчас мы из себя ничего не выдаем. Мы смотрим телевизором, наслаждаемся телевизором, наслаждаемся радио, наслаждаемся интернет, наслаждаемся книгами, наслаждаемся этими как вот это вот аквапарк, прямая кишка. То есть этим наслаждаемся. Или просто там полетали, покрутились. Вот. Или просто бухнули. Или наркотики вкололи. Или поехали во мне все снятся острова и удивительные страны. Вот. Или туда поехали, там побалдели. Но это не внутренняя жизнь. Это просто мы в это время тратим энергию своего озера счастья. И все. Мы ее просто тратим. Мы ее не копим. И потом люди жалуются, почему сердце пусто, почему здесь вот у меня Олег Игнать нету любви. здесь нету любви. Так ты ее все истратила, моя хорошая. Ты ее постоянно ждешь, эту любовь, постоянно тратишь. Чуть-чуть счастье появилось, о, пошли балды. Это не жизнь. Энергия счастья станет веселей. И слом и даже маленькой велики так пускай повсюду на земле словно лапочки включаются улыбки. И тогда наверняка вдруг запляшут облака и кузнечик запиликает на скрытки. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается служить другому, служить человеку. Одна улыбка рождает другую, та рождает опять назад, назад, назад. И так много-много раз. Если мы улыбаемся бескорыстно, как только корысть, сразу улыбки заканчиваются, все, гаснет все это. Душа может лететь от солнца, от солнца означает в этот мир, в этот мир. Я хочу здесь счастья, в этом мире. Птица счастья с завтрашнего дня, прилетела к крыльям извиня, выбери меня, выбери меня, птица счастья с завтрашнего дня. Я хочу счастья в этом мире. Работу на завтрашний день означает страсть. Невежество это разочарование, уже наработался, ничего не получилось, уже все разочарован. затянулось пяти власть старинного пруда, ведь была как булатина, я когда-то молода. Все, уже невежество, все, ничего не получилось. А благость означает прямо сейчас быть счастливым. Ну как, Олег Иванович, мне сейчас быть счастливым, у меня там дети не кормлены, надо уже, наверное, с лекцией идти, уже все. Расслабься, пытайся быть счастливым прямо сейчас. Для этого надо потрудиться над душой. Как стать счастливым прямо сейчас, когда человек смотрит в счастье в этом мире, он его сразу ищет в будущем. Допустим, человек решил быть счастливым. В этом мире для этого что-то надо. В этом мире просто так невозможно быть счастливым. Вот как я вот на этом стуле просто так буду счастливым. Мне для этого что-то надо еще. Мне надо, чтобы массаж мне кто-то сделал. Я жду. но, видимо, это музыка, девчонке не нужно, и я хожу по улицам. Мальчишке не нужно, я хожу по улицам одна. Для того, чтобы счастье в этом мире получить, надо ждать. В этом мире все счастье находится только в будущем. Означает, что никогда не получишь. Потому что, когда получил, уже забыл. например, я жду трамвая. Трамвай пришел, я счастлив, нет? Нет, я жду, когда он приедет. Трамвай приехал, я счастлив, нет, я жду, когда я приду домой. Я пришел домой, я счастлив, нет, я жду, когда уберусь, уборку сделаю. Уборка сделала, уборку сделала, я счастлив, нет. Я жду, когда муж с работы придет. Муж с работы придет, я счастлив, нет. Потому что он, стопина, мне не улыбнулся. Вот и так далее, понимаете, как бы одни обломы, что-то ждем-ждем постоянно счастья в этом мире, а его нет. Оно сравнивается с тем, как ведок сравнивается с счастьем в этом мире, как олень ищет в пустыне воду. Там есть в Прерии в Индии такие места, где, ну полупустыня такие, там мало воды. И он, если в пустыне смотреть вдаль, то там движение воздуха, создается ощущение, что там вода. Он просто движется в воздух, кажется, что вода. И олень тыг-тыг-тыг-тыг-тыг-тыг-тыг-тыг-тыг-тыг-тыг-тыг, а воды нету. И он тыг-тыг-тыг-тыг-тыг в другую сторону, опять воды нету. Вот выучусь в школе, буду счастливым. Вот когда выучусь в институте, тогда буду счастливым. Вот когда на работу устроюсь, буду счастливым. Устроилась. Вот когда денежки нормально заработаю, квартиру куплю, буду счастливым. Купила. Вот когда мебелью обставлю, буду счастливым. Обставила. Вот когда машину куплю, буду счастливым. Купила. Вот когда замуж выйду, буду счастливым. Вышла. Вот когда ребенок родить получится, буду счастливым. Родила. Вот когда ребенок подрастет, буду счастливым. Сейчас пеленки тяжело. Попрос. Вот когда ребенок выучится нормально, буду счастливым. Раз и умерла. Неожиданно как-то Кто-то раньше, кто-то позже Но эта идея, вот это Бежать за этим счастьем в этом мире Это полное безумие Люди в этом безумии живут Они чуть-чуть урывают счастье, конечно Не то, что они совсем без него остаются Чуть-чуть что-то урывают Но это в душе не урывает Почему душа дальше хочет? Если бы в этом мире было много счастья Урвала и расслабилась Но дальше хочется, потому что мало Только-только-только-только Этого мало 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 Понимаете? Поэтому это культура потребления В которой мы живем Культура, в которой мы упакиваемся Как ишаки Ищем в себе счастье Мужа, жену И так далее Все это культура безумия В ней нет возможности выйти Не найти пути из лабиринта Когда люди пытаются в этом мире Искать счастье Это сравнивается с движением В чертовом колесе В колесе, в котором Ты постоянно Крутишься по одному кругу И это счастье внешнее Оно же имеет счастье Этот мир имеет счастье Но это счастье Отблеск всего Отблеск счастья Призрачно все В этом мире пышущий Есть только миг За него и держись Есть только миг Между прошлым и будущим Именно он Называется жизнь Но понимаете Проблема заключается в том Что мы в этом миге Не живем Для того, чтобы в нем жить Нужно начать внутреннюю жизнь Потому что в этот миг В миг настоящего Человека вводит только Духовная сила Та материальная сила В которой мы находимся Она из настоящего Человека выводит Будущее или прошлое И поэтому человек Постоянно бежит за счастьем Или мечтает о нем Мечта означает Жить в невежестве А бежать за счастье Работать Означает жить в страсти Благость означает Внутренняя жизнь Это трудно Надо всегда переключать Или включать Потому что этот мир Насильно нас манит к себе Мы насильно Привлекаемся тем Что здесь мы видим В этом мире Поэтому нужно всегда Переключать себе сознание Заставлять себе Прилагать усилия Для того, чтобы пойти Во внутреннюю жизнь И для этого Самая главная Действенный способ Является молитва Существует в целом Два типа молитв Один тип молитв Предназначен Для недалеких Недоразвитых людей А другой тип молитв Предназначен Для разумных И этот тип молитв Для недалеких Недоразвитых людей Который означает Господи Дай мне Что-нибудь Получше Вот Этот тип молитв Он не работает Вообще Потому что Богу не интересно Давать нам Что-то получше В этом мире Вообще Потому что Он понимает Что мы здесь Родились для того Чтобы экзамены сдавать А не балдеть Например Я говорю Папа Выпусти меня Пожалуйста Из угла Папа Выпусти меня Пожалуйста Из угла Зачем Я хочу Побалдеть Ты будешь Справляться Нет Ну хорошо Иди погулять Чуть-чуть Я вставай в угол Опять Ну что Что меняет Мы клянчим Бога Господь Дай мне Дай мне Мужа Дай мне Здоровье Дай мне Жену Дай мне Денег Мы постоянно Клянчив Бога Для этого Нужна Молитва Нет Молитва Нужна Для этого Зачем Это Облачать Молитву Если мы Это делаем Постоянно Кто из вас Думал О том Что вам Чего-то Не хватает Сегодня Поднимите Руку Ну честно Вы думали С кем Кому Обращались К себе Думайте А к себе К себе Никто Не обращается Олег Геннадь Дай мне Пожалуйста Денег Ну дай мне Олег Геннадь Денег Не дашь Ну дай Ну дай мне Здоровье Олег Геннадь Ну у меня Как бы Нет Больше здоровья Чем я себе Уже дал Нет Олег Геннадь Дай мне Здоровье Пожалуйста Больше Больше Дай мне Здоровье Я хочу Я хочу Счастье В этом мире Дай мне Счастье Олег Геннадь Ну я тебе Уже дал Сколько мог Видите, смешно даже подумать, что я сам с собой буду так разговаривать У кого спрашивали? Признавайтесь Не знаете? Вот в этом заключается наше невежество Когда мы вот думаем, блин, мужа нет Или еще что-то в этом плане Мы же у Бога спрашиваем Он вот здесь прямо находится у нас в сердце Или мы кричим Я так больше не могу жить Кому говоришь? Никого нет вокруг Мы же к Богу обращаемся, мои хорошие Мы же к Ним постоянно обращаемся Мы просто настолько тупые, что не понимаем, что Он здесь прямо в сердце живет Веда объясняет, что Господь находится прямо в сердце каждого человека Там есть представительство Бога, которое называет сверхдуша Есть душа, есть сверхдуша Душа находится сзади Для того, чтобы ее увидеть, надо повернуться внутрь Внутреннюю жизнь начать А спереди находится этот мир Как прекрасен этот мир Посмотри Душа так думает А сверхдуша говорит Слушай, давай поворачивай сколько можно уже Ты уже с 10 тысяч жизнью смотришь Ничего не рассмотри Давай поворачивайся назад Душа летит от солнца Искра летит от солнца Веды говорят Но когда она поворачивается к солнцу Она начинает становиться все ярче и ярче Наполняется счастьем Наша природа летит к солнцу, а не к солнцу Но в этом мире все летят только от солнца А в этом мире все рождаются страданиями Живут со страданиями И помирают со страданиями Очень прекрасный этот мир Очень прекрасный Войны постоянно какие-то Трепедения Торнадо Столько всего неприятного Ничего с этим не можно сделать Сейчас в мире заворачивается заварушка И идет тяжелая жизнь И мы с этим ничего не можем сделать Но это не значит, что счастья нет Все, Олег Геннадьевич, нафиг ты это сказал Славно летит ему что-то хорошее сказать Нету здесь в этом мире счастья Но даже я тысячу раз это вам повторю Все равно вы будете искать его в этом мире Потому что такова природа души Она повернулась в этот мир Она хочет здесь счастья Она хочет, хочет И повернуть ее назад очень трудно И в этом наш долг заключается Вся жизнь человеческая предназначена для того Чтобы душу повернуть к Богу назад В этом цель человеческой жизни заключается Это не просто сделать Я 20 лет уже это пытаюсь сделать И каждый день мне приходится совершать усилия Заново, чтобы повернуть душу назад к Богу Но каждый раз, когда я эти усилия совершаю Мне все больше и больше счастья получают В отношении с Богом От молитвы Так первый тип молитвы Это то же самое, что душа уже постоянно делает Только она облачает эту форму молитвы Она и так кричит Мне этого не хватает Этого не хватает Постоянно кричит Богу Это тоже молитва по факту Но не облаченная ни в какую форму Поэтому вот этот вопль по отношению к Богу Который мы делаем каждый день Это мне не нравится Это мне не нравится Сколько мне можно с этим козлем жить Это все уже она слышала Сверх душа Господь это уже все слышал Не надо это в виде молитвы еще делать Это уже все понятно Там все понятно Ему не надо еще в виде молитвы Стихотворения Стихотворной формы Или Что-то не могу так больше жить без мужа Один вариант Второй вариант Господь, пожалуйста Дай мне мужа Во веки веков там Или еще Зачем? И так он уже знает Все ему нужно мужа На приставке Допустим А с маленьким ребенком Он говорит Мам Кошеть хочу Тоже пять раз Он попросил Я уже знаю Нет Мам Кошеть хочу Я тебе готовлю Мам Вот так выглядит Это молитва Можа Можа Хочу Можа Ты же не знаешь Что-то вытворяла В прошлой жизни Что тебе сейчас не дают У нас даже Мы настолько здесь наказаны Что у нас даже нет памяти Узнать За что мы наказаны Представляете Как мы здесь наказаны Даже не знаем за что Это самая высокая степень наказания Когда душа не знает Даже за что она страдает Когда человек Хоть немножко Духовной практикой Заниматься начинает Он начинает догадываться За что он страдает У него просыпается Понимание Что он за фрукт Такой Пока человек не занимается Он считает Все считает Крутым очень В Бхагавадгите Есть два раздела Божественные Демонические натуры Когда человек Начинает Бхагавадгиту читать Там читает Божественные натуры О, это про меня Демонические читают О, это про моего мужа Все вот как один Вот так читают Бхагавадгиты Но когда человек Занимается Духовной практикой Лет пять Он потом по другому Начинает видеть мир Он видит Демонические натуры Это про меня А Божественные Может быть Про моего мужа Итак, второй тип молитвы Это молитва Направленная На служение Богу Первый тип молитвы Это молитва Направленная На служение Бога Мне Это неразумные люди Эта молитва На самом деле Предназначена Только для того Чтоб человек Бога поверил Если Бог И дает человеку Что-то Только для того Чтоб тот поверил Что он есть Вот это не для того Чтоб я это получил Понимаете а чтобы поверил, что Бог есть. Поэтому Бог нам иногда что-то дает. Мы клянчим, клянчим. Нам иногда что-то дает, чтобы мы поверили, что Он есть. А вторая молитва, направленная на служение Богу, она предназначена не для меня вообще. Я в это время о себе не думаю. Я думаю о том, чтобы Ему служить, о Нем заботиться. И эта забота о Нем, это целая наука, как мы можем о Боге позаботиться. По факту, Ему ничего не надо от нас. У Него все есть. Но есть вещи, которые мы должны знать. Что Бог, Бог нуждается в любви. Он личность. Он хочет любить и быть любимым. И когда мы с любовью обращаемся к Нему, Ему это нравится. Видите, я говорю, что Бог – это личность. Внутри что-то ёкнуло сразу. У кого ёкнуло, поднимите руку, честно. Мне тоже ёкнуло, хотя уж 20 лет я молюсь Богу. Знаете, почему у меня ёкнуло и у вас? А потому что... Потому что мы в какой-то момент отвергли Бога как личность. И поэтому мы здесь оказались, в этом материальном мире. Мы должны в духовном мире жить. Вот это отвержение Бога как личности, оно ёкает в сердце постоянно. Даже если я просто скажу, что Бог есть, у кого-то тоже ёкнуло здесь в сердце. Потому что мы в какой-то момент посчитали, что его нет. Понимаете? То есть мы здесь находимся в полном невежестве. Есть тысячи доказательств того, что Бог есть. Тысячи доказательств. Я вам сейчас одно сегодняшнее большое проведу. Это просто здравый смысл. Понимаете? Просто здравый смысл. Вот смотрите. Я беру кусочек пищи, кладу в рот, разжёвываю, проглотил. Я усваиваю дальше пищу, нет? Я усваиваю пищу. Кто усваивает пищу? Поднимите руку. Вы усваиваете. Как вы это делаете, интересно? Расскажите мне, да? Как вы там это всё усваиваете? Ну-ка, давайте. Расскажите, как вы в клеточке наполняете пищей. Ну? Кто усваивает пищу? Поднимите руку. Никто пищу не усваивает. Она сама усваивается кем-то. Мы когда пищу проглотили, мы ничего не знаем, что там происходит. Но потом в какой-то момент нас оповещают. Надо пойти с лекцией, а то выдвонять. Оповещает нас. Кто? Кто оповещает? Мы в полном невежестве живём. Мы не знаем многих вещей. Часто мне люди говорят, Олег Геннадьевич, вы мне приснились, сказали важные вещи, спасибо вам за это. Поднимите руку, у кого так было. Давайте с вами поговорим. Хорошо. Что я вам сказал? А? Работайте на Даши. Я не помню этого. Я ночью к вам не приходил. Вам пришёл Бог, понимаете? Вот сверхдуша, она приняла форму того, в кого мы верим. И она пришла и вам сказала это. Понимаете? Я вам могу один пример привести, который меня вот так немножко отрезвил. Хотя я много сам этих примеров привожу, но меня реально воткнуло и отрезвило. Два примера. Два примера. Первый пример. Я часто на себе эксперименты провожу в лечении. Я сделал себе цепочку из камней, которая должна была на меня плохо повлиять. Но я об этом не знал. Потому что я сделал и днём, и днём было хорошо. Когда я ночью лёг в спад, то у меня перестал работать в дыхательный центр. Ну, то есть, я перестал дышать в какой-то момент. Я обнаружил себя сидящим на корточках, и дышащим. Но при этом, до этого, я уже успел сорвать цепочку. Когда я очухался, я понял, что первое, я сам себя не сажал. Второе, я сам цепочку не срывал. И третье, я сам себе дышать не заставлял. Я ничего этого не помню. Я помню, что я как бы уже... А жена мне сообщила, что как бы я там какие-то звуки издавал. Но я не помню, что я это делал. Кто это делал? Я не помню. Я не делал этого. Кто делал? Следующий пример. Всегда после обеда я ложусь немножечко отдохнуть на 15 минут. И прошу жену, пожалуйста, разбуди меня. Через 15 минут. И она подходит, говорит, пора вставать. Прошло 15 минут. И в этот день она тоже сказала, пора вставать, прошло 15 минут. Я встал, предподошел, говорю, спасибо большое, что разбудила. Она говорит, а я забыла. Кто будил? Кто будил? Голос же звучал, я прямо точно помню. Вот кто будил. Тот, кто там находится, прямо в сердце. Понимаете, мы такие невежды. Мы не знаем, что вот этот, который живет в сердце, он кормит все тело пищей. Он дает нам возможность жить, понимаете. Он выполняет все наши желания. Я хочу дышать. Я хочу дышать, я задыхаюсь. Кто тебе дает возможность дышать? Я принял приступ. Почему я задышал опять? Кто-то дал возможность. Кто-то питает каждую клеточку пищей. Как эта система работает? Ученые говорят, автоматически. Автоматически. Иди попробуй, сделай так, чтобы какой-то завод сам работал, без мешательства, автоматически. Эта клетка, одна клетка человеческая, миллиарды раз сложнее устроена, чем любой современный завод. Миллиарды раз сложнее. И все там происходит синхронно, как надо. Все эти клетки между собой синхронно работают, как надо. Все автоматически. Да бред полный. Я никогда в это не поверю, что так бывает. Но найдите мне хоть один такой процесс в этом мире, чтобы сознание не участвовало в нем, и при этом все происходило автоматически. Я же сам этого всего не делаю. Я ничего не знаю, что там происходит внутри. Да кто это все делает? И у нас вот здесь зажим стоит в мозгах, потому что мы об этом вообще не думаем. У нас зажим стоит в мозгах. Вы понимаете, у нас переключатель. Даже я об этом говорю, мозги не могут сообразить, что это так на самом деле. Хотя это очевидный факт. Так определенная сила Господа, которая называется иллюзорная энергия, она вводит нас в заблуждение. Еще один пример такого заблуждения. Вот каждый из вас очень скоро, 10, 15, 20, 30 лет, это всего лишь ничто. Очень скоро уйдет из этого тела. И вы все, что здесь с вами происходило, вы забудете. Ребята, ты забудешь все, что было. Понимаете, вы все это забудете, но мы тем не менее, каждый человек знает, что он в этом мире останется совсем недолго. И мы постоянно думаем о том, как получше устроиться в этом мире. Это же полный бред. До самой последней секунды человек пытается здесь что-то забыть. почему ты не заботишься о том, что там будет потом? А потому что мозгов не хватает на это. И так устроена наша жизнь. Человек до последней секунды думает, как ему здесь что-то делать. Ты подумай, что там. Видите? Мы очень привязаны к этому миру. Мы не понимаем цель человеческой жизни. Это все означает невежество. Это невежество преодолевается с помощью молитвы, которая направлена на служение Богу. Когда человек начинает читать эту молитву, то не просто водоемчик наполняется его судьбой, которая дает ему счастье в жизни, настоящее счастье, и здоровье детей, и судьбу хорошую, и жену, и все. Но человек, который служит Богу, ему все это не нужно, потому что он увидит, что это все не самое главное. То, что может дать Бог. Когда человек начинает контактироваться с святостью, с высшей силой, с Богом, то он получает в тысячу раз больше, чем просто наслаждение этим миром. Во всех его аспектах. Богатство, слава, женщины, мужчины, деньги и так далее. Все это просто отблизь божественной энергии. Человек, который начинает служить Богу и контактировать с Ним, он столько радости и счастья в жизни получает. Это просто неописуемо. И как это счастье выражается? Счастье выражается в виде глаз верующих людей, которые с тобой общаются о Боге. В виде наставника, который с тобой общается на Боге. В виде духовных программ, которые ты получаешь. В виде освященной пищи. Это счастье ты получаешь в виде веры людей, которые всегда тебя окружают в твоей жизни, когда ты выбрал такой путь. Понимаете? И это счастье выражается в прямых отношениях в будущем уже с Богом. Или со святостью. Святость — это энергия Бога. Свет. Святость, свет — это энергия Бога. Чистота. Итак, существуют два основных вида молитв. Одна молитва направлена, один вид направлен на то, чтобы увеличить счастье себе в этом мире. Чаще всего в древней культуре люди пользовались не молитвой, обращенной к Богу, для того, чтобы это счастье получить. Они молитвой обращались к помощникам Бога. В этом мире существуют менеджеры. Мы об этом не знаем. Есть менеджеры, которые управляют разными процессами. Эти менеджеры также управляют достатком человека и возможностью жениться там и так далее. Их называют полубоги или идолы. И что такое идолопоклонничество? Идолопоклонничество — это когда человек поклоняется этим менеджерам в этом мире. Предназначено это поклонение для того, чтобы что-то урвать в этом мире. И всегда, когда вера человека скатывается на этот путь, всегда Бог посылает своего слугу или сам приходит для того, чтобы вернуть веру назад. Потому что человек не должен верить в менеджеров этой вселенной. Он должен верить в Бога. Или человек может директору завода поклоняться. Директор завода даст ему что-то или нет? Даст. Если человек верит в директору завода, директор завода приблизит его к себе. Но понимаете, ну и получишь ты. Что ты получишь? Факт. Получишь работу, получишь денег побольше чуть-чуть. Ну и что? Неужели глобально твоя жизнь от этого изменится? Вера — это уникальная сила, меняющая судьбу человека. Чаще всего люди только в себя верят. Только в себя. И больше никого. Даже просто поверить в директора завода и служить ему — это тоже непросто. Вы сразу увидите в нем кучу недостатков, но все равно как бы вы будете в него верить, и тогда он вам даст хорошую зарплату и хорошее положение. Это гарантия. Есть связь между людьми. Да вы искренне верите и молитесь директору завода, помоги мне, помоги мне. Он вам поможет. Он почувствует вас близкого человека, верного человека почувствует вас. И он вас приблизит к себе таким образом. Это факт. Это работает на сто процентов. Ленин всегда живой. Ленин всегда со мной. Вера в человека. Это идолопоклонничество. Понятно, что такое идолопоклонничество? Это вера не в Бога, а в тех, кто такие же, как мы, только более могущественные. Есть живые существа более могущественные. Кто-то к президента страны верит. Кто-то верит в духах. В духах кто-то верит. Вот, например, когда люди ставят бутылку водки посредине стола и говорят, праздника без бутылки не будет. Почему не будет без бутылки праздника? Что такое в этой бутылке содержится? Что без нее нельзя ни свадьбу сыграть, ни похороны, ни любое мероприятие важное без нее нельзя проводить. Бутылки нет, не будем проводить. Что за фигня такая? Так это же вера в духов мои хорошие. Потому что бутылка, это как раз спиртное, это как раз энергия, которая притягивает духов. Это веселящие духи. Ты пьешь это вино. И в этот момент эти веселящие духи дарят тебе счастье взамен на свободу. Ты уже теперь не можешь счастье испытывать без него, без этого духа. Только с ним. Это называется отношение уже. Через бутылку ты связываешься с духом. Бутылка является молитвой, направленной на духа. Духу не надо читать меморандумы. Достаточно просто выпить. Выпил и связался с духом. Все. Наступил контакт. Есть контакт. И в глазах у этого человека что появляется, такого, который выпил? Дух появляется. Посмотрите, глаза безумными становятся. И так вот. Есть другие типы духов, которые вводят в иллюзию, в галлюцинацию. Это наркотики уже. Тоже наркотик вёл, контакт наступил. Но для того, чтобы с Богом связаться, нужна молитва. Нужно сконтактировать со святостью. У Бога есть тоже свои представительства. Это священная книга. Святой человек. Святая земля. Святая вода. Когда лекцию читал в Самаре, ехал к маме в Толяке в гости. Там пытался ей помочь, как-то полечить её. На обратном пути я должен был читать лекцию, а туда съездил обратно. Очень много сил потратил на дорогу было. Я попросил водителя, говорю, здесь есть какое-то место, где можно сил набраться. Он говорит, а вот смотрите, вот это монастырь здесь, православный. И там есть святой источник. Я говорю, вот давай заворачиваем. Мы туда завернули. Я в этом святом источнике три раза окунулся, постоял там, немножко окунулся три раза. И потом с меня снялось всё, усталость, всё. я чувствовал необыкновенное счастье внутри. Я там купался, передо мной икона была. Необыкновенное счастье. И потом всю лекцию в Самаре я как только чувствую, тяжелее становится. Раз, вспоминаю этот святой источник, икону, и раз, вся усталость сразу вышла из меня. Вот так действует контакт со святостью. Понимаете, я вам сейчас чисто практически это описал. На примере своих, когда человек на примере жизни описывает, это сразу приносит веру, потому что это правда. Точно так же я вспоминаю своего духовного учителя, я испытываю такое же счастье. Вспоминая святое место, когда я езжу молиться каждый год. Я тоже испытываю такую же связь с Богом. Для того, чтобы связаться с Богом, нужно помнить о святости. И молитвы, направленные на Бога, бывают тоже разные. Давайте изучим это. Какие бывают молитвы, направленные на Бога. Меды выделяют несколько вариантов. Например, есть Дьяна, Дьяна мантры. Дьяна означает размышление. С индии санскрит это слово переводится как размышление или медитация. Эти мантры или молитвы предназначены для того, чтобы чтобы постепенно привести в ум трансцендентную форму Господа. Его обитель, где Господь живет, или его деяния. Ну, то есть, что-то связанное с Богом. Ну, то есть, человек повторяет молитву какую-то, и эта молитва состоит обычные слов, предназначены для того, чтобы что-то вызвать. Богородица, Дева, радуйся. Ну, то есть, это ее деяние, она радуется, да? Радость Богородицы вызывает в своем сердце. То есть, он думает об этом, постепенно приходит к этой радости. То есть, он постепенно приходит к этому ощущению, он видит маму Бога, он видит маму Бога. У Бога есть мама или нет? Кто считает, что Бога нет мамы? Подвините вас. Хорошо, у Бога нет мамы, а у вас есть. Кто более выгодной позиции находится? Вы, да? А он, типа, не дотягивает, да? Видите, чисто логически можно понять. Или часто люди говорят, а Бог это не личность. Хорошо, вы личность? Личность, а Бог не личность. Кто более выгодной позиции? Я, опять. Так это же безумие, так думай. Почему мы думаем, что у Бога нет возможности быть личностью? И как это он все создавал, не будучи личностью? Если ты не личность, так ты сможешь быть разумным? Это невозможно. Разум это личность энергии, это личностная энергия. Есть, конечно, вселенский разум какой-то, но он тоже личность должна управлять. Видите, мы как бы принижаем Бога в своих глазах. Он для нас хуже нас. Он не личность, он не может мамы иметь. Он, тем более, жены, слишком для Бога вообще жены не имеет. Он должен оставаться всегда холостяком, да? Видите, нам трудно даже думать об этом. Мы говорим, так это мир вскоре все, вы ошибаетесь. Веды говорят, что этот мир является отражением божественного мира. Все, что здесь есть, там есть в тысячу раз лучше, чем здесь. Если у нас есть форма, значит, там тоже есть формы, но они духовные. Если у нас есть отношения, там тоже есть отношения, но они духовные. Веды также объясняют, что душа с Богом может иметь пять типов отношений. Первый тип это отношения нейтральные, как мы имеем сейчас, если мы служим Богу, мы чувствуем, что он есть в сердце, мы его любим и воспринимаем его как совесть. Это нейтральные отношения. Мы просто рядом с ним живем и радуемся ему. Это нейтральные отношения. Дальше есть отношения слуги, когда я считаю, что я хочу жить для Бога, я хочу служить для Него. Следующий тип отношений это отношения дружбы, это все более высокие отношения. Для того, чтобы дружить с Богом, это уже непросто. А еще следующие два типа отношений с Богом вы вообще не сможете понять. Бог может стать ребенком для души. Он может родительские отношения строить, или отношения любовников, или любимой, или жены. как Мария Магдалина, допустим. Она это же отношения супружеские уже с Богом. Есть Мать Бога, да, Матерь Божья, родительские отношения. Видите, есть разные отношения с Богом. Но Матерь Божья это же не Бог, послуга Бога Божьей. В моем Марии Магдалина это тоже не Бог, слуга Бога. И так далее. Видите, есть разные отношения с Богом. Если взять другие традиции духовные, точно так будет. И Будды была мать, и отец, это все описано, ведом даже предсказано, что придет Будда в воплощении Бога, он родится в какой-то семье, и так далее. Там все описано, Гималай. Ну ладно, это сложная тема для понимания. Я сейчас буду описывать дальше молитвы. Медитационные молитвы предназначены для того, чтобы сконтактировать с Господом или Его деяниями, или Его обители святым местом. Является ли обителем Бога обитель святого человека? Ну, допустим, там, где жил Сергий Радонежский, Серафим Саровский, это обитель Бога или нет? Да. Там, где живет святой человек, там живет и Бог, потому что Бог всегда присутствует там, где живут Его слуги. Поэтому любой храм по факту там, где поклоняется Богу, это святое место. Не надо думать так, что там вот святое место, а здесь не святое храм. Везде, где Богу поклоняется, там святое место. Теперь, если вы у себя дома будете поклоняться Богу очень интенсивно и с верой, это будет святое место или нет? Да. Да. Поэтому человек и должен в святости жить, он должен дома сделать прямо у себя дома святое место. Почему бы ему дома не поставить алтарь и дома не освящать пищу? Зачем за освященной пищей обязательно ходить в храм, если можно дома ее освящать прямо? Следующие молитвы называются биджа-мантры. Биджа означает семя. И биджа-мантры предназначены для того, чтобы побеждать судьбу. Ну, то есть, например, есть такая биджа-мантра Рам, Рам, это имя Бога, Рама, имя Бога. Когда человек произносит эту мантру, он определенный аспект Бога привлекает к себе. Дело в том, что у Бога есть энергия счастья или победы, это солнечная энергия. У Бога также энергия есть лунная или энергия любви и гармонии. Когда человек Ра, слово Ра означает солнце, да? Переводится как солнце с древних языков со мной. И Рам это воплощение Бога, который пришел в этот мир в солнечной династии. То есть, он пришел как воплощение вот этой энергии победы счастья, радости. И когда человек повторяет это имя Бога, он соединяется с энергией радости Божественной. Или Рада. Рада. Тоже в солнечной династии. Тоже супруга Господа пришла. В солнечной династии тоже. Рада. Рада, рада, рада. Поехали. Это уже контакт с энергией Бога происходит. Таким образом, есть такие семена как бы духовные. То есть, мы контактируем с именем Бога или с такими звуками, которые приводят нас к победе. Есть звук, допустим, Ом, Ам. Это биджа мантра. То есть, когда мы произносим этот звук, то мы контактируем с энергией создания этого мира. То есть, мы контактируем с силой, которая побеждает все в этом мире. То есть, мы контактируем с изначальной энергией Бога, которая была заложена, как говорится, везде, что этот мир был создан из звука, из слова, да, из слова было Богом. То есть, что это, слово Аум или Ом, это тоже имя Бога, из которого был создан мир. То есть, слово было Богом. Понимаете, везде повторяется одно и то же. То есть, есть просто какие-то молитвы, допустим, свят, свят, свят. Это биджа мантра. То есть, это очищение. Эта молитва предназначена для очищения, для победы, для очищения от демонизма, того, что имеет плохую силу. Понятно, да? Вот такой вид молитвы существует, очистительный, предназначенный для победы. Дальше. Есть мула мантры. Или мула мантра означает мула, слово мула переводится корень. То есть, эта молитва указывает на суть личности Бога, на его суть, корень. Ну, допустим, человек прославляет Бога и называет его милостивым. Это суть Бога, Господь милостивый. Или, допустим, Аллах Акбар, Аллах велик. Это суть Бога, Он велик, Господь велик, Он единственный, Он неповторимый, как мусульмане говорят, у него нет сотоварища. Ну, то есть, Он единственный, Он один, Он велик. Это суть личности. Это суть этой личности. Такие молитвы, они предназначены для того, чтобы увеличить контакт с определенной силой Бога. Вот допустим, когда я говорю Аллах Акбар, то я с такой силой Бога контакт устанавливаю. Сего непобедимости. Вот допустим, если меня хотят в тюрьму посадить, если я считаю, что для моего служения Богу лучше быть не в тюрьме, я молюсь его силе непобедимости, чтобы злые силы не одолели меня. Если мне положено сесть, я сяду. И опять же, если я молился, у меня совесть чиста. Значит, Бог так хочет, чтобы я сел крему. Но если Бог хочет, чтобы я ему на воле служил, тогда он меня опять же освободит. Потому что есть две судьбы. Одна судьба это судьба, которой мы своей судьбой живем, а вторая судьба это служение Богу. Понимаете? Мы живем по закону кармы в этом мире. Мы по своим желаниям живем, когда мы чего-то хотим в этом мире, мы живем по своей судьбе. У каждого человека есть еще миссия в этом мире. Миссия это судьба судиться или не судиться. Как его будут или наказывать. Это только Господь решит. С того, что он решил, я должен сконтактировать с какой энергией его? С энергией могущества. Поэтому и повторяется такая молитва, которая призывает к могуществу Бога. Когда допустим мусульмане сражались с другими людьми, они всегда повторяли Аллах Акбар, потому что они призывали к этой энергии могущества, они и победы. Они хотели могущественной силы, могущества от Бога. Понимаете? Понятна система? Что есть такие молитвы, которые к разным силам, допустим, Господи, помилуй меня. Ну, то есть это немножко другое, но идея опять такая, что я обращаюсь к милой человеку. Дальше есть такой вид молитв стути или статры. Я на санскрите вам читаю. Эти молитвы предназначены для совершения каких-то действий, направленных на служение. Ну, допустим, вы все знаете, что есть молитвы перед совершением обряда какого-то. Допустим, читаются молитвы перед венчанием, после венчания. Эти молитвы прославляют Бога, но они при этом предназначены для того, чтобы Господь защитил нас в этой ситуации в жизни. Допустим, молитвы предназначены для того, чтобы какой-то этап жизни прошли успешно. Например, ребенок рождается, читаются молитвы, предназначенные для того, чтобы защитить этого ребенка. Это помогает или нет? Некоторые там заклинания шепчут. Помогает? 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 Потому что когда трах тебе док, трах тебе док. Почему помогает? Потому что в это время человек связывается с каким духом, который будет его защищать и этот человек поклоняется духом. Матери Моржихи там или еще кому-то. Помогает? Помогает. Потому что есть могущественные духи, которые могут защитить тебя в трудной ситуации. Это работает, но очень слабо, потому что Бог защищает гораздо больше. Поэтому не надо трах тибетов читать. Надо читать молитвы направленные на прославление Бога. И это не надо как некоторые бабкам ходят, они там сними с меня порчу. Все, не лазь. Помогает? Помогает. но взамен ты получишь веру. Если ты воспользовался такой бабкой, которая тебе там порчу с глаз сняла, пошептала что-то, если у тебя снимется, значит тогда в ответ на это ты получишь веру этой бабки. если она верит в духов, значит ты тоже в духов будешь верить. Вот Кашпировский допустим гипнозом лечил. Что это такое? Это влияние духов? Он брал бам человек упал. Получилось. У меня повлияло. Что это в его глазах? Вера Кашпировская. Я не против Кашпировской просто как нет. Думаю что он сейчас уже этим не занимается. Итак идея в чем заключается? В том что когда человек читает молитвы направленные на Бога при разных событиях жизни. Когда человек женится нужна защита семье? Нужна Ребенок рождается нужна ребенку защита? Нужна Эта защита является чем-то материальным или нет? Нет Потому что может быть мы семью свою Богу хотим подсвечить и жизнь ребенка может быть мы Богу хотим посвятить. Сама жизнь человека не является материальной вещью. Жизнь это духовная вещь. Это энергия души. Но когда человек направляет молитву на то чтобы моя жизнь увенчалась успехом это означает что он хочет для Бога прожить а не просто для своего балдежа и для этого вот эти молитвы предназначены. для чего мы ребенка молимся в момент рождения ритуал этот для чего предназначен для того чтобы у ребеночка было все хорошо в жизни он хорошо хорошо раз и хорошо помер что хорошо 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 и хорошо помер алло как у тебя жизнь у меня хорошо а у тебя и меня хорошо у нас все хорошо это называется сон души мы все хотим здесь просто спать в этом мире чего мы хотим чтобы все было хорошо хорошо это означает что не было страданий по факту вот и все а именно страдания они душу двигают вперед настоящая жизнь это трудности понимаете в этом мире потому что они толкают человека к самосознанию к самосовершенствованию так для чего предназначены эти молитвы которые над ребенком совершаются в момент его рождения не для того чтобы у него было все хорошо а для того чтобы Бог дал ему возможность прожить жить правильно правильно и когда вы молитвы Бога совершаете часто бывает у него свое мнение по поводу для чего эта молитва нужна у вас свое но чье мнение побеждает Бога следующий вид молитвы называется пранама мантры это молитвы читаемые господу как молитвы предания можно читать пранама мантры господа можно своему духовному учителю читать как представителю Бога можно есть молитвы на святых людей направлены а есть на Бога на священное писание то есть молитвы преданности молитвы которые соединяют тебя между мной и тобой ниточка завяжется ну то есть пранам мантры означает такие молитвы которые соединяют святого человека со мной святого священное писание со мной Бога со мной Богородицу со мной супругу господа со мной соединяюсь супругу господа с собой пытаюсь молить поклоняться так молитва это комбинация определенных энергий в форме звука повторение которое пробуждает эти энергии внутри в сердце каждая молитва представляет собой комбинацию особых букв слов значений ритмов и мелодий у всех молитв есть четыре аспекта первая святая святой мудрец личность посредник между Богом и человеком каждую молитву какой-то святой сочинение и когда мы к этому святому ставим перед собой начинаем поклоняться Богу или допустим мусульмански не ставят перед собой святого но когда ты читаешь молитву ты можешь думать о пророке Магомейте допустим этим образом будешь быстрее к Богу приходить или можешь ставить перед собой Коран и читать Богу молитву или имя Бога писать то есть нужен посредник какой-то понимаете этот мудрец или личность или священное писание предназначено для того чтобы соединиться с Богом это то что я во время своих настроек вам всегда говорю это очень важно это самый важный фактор соединения с Богом это личность или святость что-то святое без святого мы не соединимся с Богом напрямую невозможно у нас нет контакта мы контактируем напрямую с этим миром с Богом не контактируем нужен включатель включателем является святость Я вспомнил святое место, где купался, у меня сознание повернулось внутрь, в этот момент переключатель произошел, у меня началась внутренняя жизнь, и мой водоемчик с Божественным соединился, водичка из Божественного потекла, я начал наполняться силой, моя жизнь стала счастливой, могущественной, способной побеждать судьбу. Дальше, есть следующий, это размер молитвы, размер или правило ее повторения, стиль повторения, это передается опять же личности, кто-то должен прочитать, как правильно эту молитву произносить, чтобы ты понял ее эмоциональную окраску, ее суть, потому что у каждой молитвы есть эмоция, она очень важна. Ты не можешь, допустим, повторять, «доборовляйся, Девы, радуйся». Если мы говорим о радости, значит, надо радоваться, а не печалиться. Ну, то есть, каждая молитва имеет свое настроение, это настроение приводит к победе, надо правильным настроением читать. Вы не будете, допустим, молиться своей любимой, говорить ей, «я тебя люблю». Не то настроение, правильно? «Я тебя люблю, я люблю тебя!» Такое настроение. И молитву тоже человек молится в таком же настроении. Он как бы выбирает правильное настроение, надо выбирать. «Осилатин» означает, что все принадлежит Богу, вы говорите. То есть, это означает аспект могущества Бога, Его Господь, Господин. Понимаете, есть… Вот смотрите, если мы говорим об обращении к Богу, вы сказали об обращении к Богу, есть два типа обращения к Богу. Первый тип – мы обращаемся к Нему как к Личности, Аллах. Второй тип – мы обращаемся к Его аспектам разным. Господь. Это имя Бога или нет? Это Его имя, указывающее на Его могущество, Он Господин, Всевышний. Это имя Бога. То же самое, это Его имя, указывающее на Его какой-то аспект. Он выше всех, Он самый главный, самый большой начальник Всевышний. Или, допустим, то же самое, есть аналоги ведь? Вот, допустим, Всевышний, Вишну – это одно и то же, это одно и то же, как бы, понимание. Просто на разных языках, и всё. Это означает, что мы пытаемся к Богу обращаемся с какой-то целью. Потому что есть защитные энергии Бога, есть могущественные энергии Бога, которые побеждают судьбу. Есть энергии Бога, которые дают возможность преодолевать препятствия, которые дают знания. Допустим, ты можешь обращаться к аспекту знания Бога, чтобы Он дал тебе знания. Господи, дай мне знания. Просвети меня, я ничего не соображаю. К какому аспекту Бога ты обращаешься, то и получаешь. Не бывает такого, что ты обращаешься к одному аспекту, и получаешь что-то другое. Господь реагирует на наше обращение. Вот, повторяйте, решавайте, мы дам срывам, вырты, всё принадлежит Богу. Для чего вы это говорите? Чтоб не жадничать. Допустим, я взял цветочек, о, какие цветочки мне подарили. А это цветочки на самом деле не мне подарили. Это подарили энергии знания, которые, если Бог будет милостив, через меня даст. А если он увидит, что я загордился, через меня испражнения польются. Потому что знание принадлежит Богу, красота Богу принадлежит. Девушка думает, что у тебя такая красивая, ну ты сколько будешь такой красивой? Ну сколько, ну ещё лет пять. Потом будешь уже меньше красивой. А можешь только всегда такой красивой? Могу. А вот и неправда. Бог даёт женщине красоту, Бог забирает у неё красоту. В какой-то момент. А мужик, в который женится, думает, что она всегда такой будет. Пушистая, мягкая, пушистая. Не не всегда. Старость она тебе ещё устроит. Весёлую жизнь. Итак. Энергия красоты принадлежит Богу. Энергия знания принадлежит Богу. Она не принадлежит человеку. Поэтому человек не должен гордиться своим познанием. Прежде чем читать лекцию, надо вспомнить своего наставника. И сказать, что по его милости, возможно, я что-то расскажу хорошее людям. А может быть и нет. Я хочу, чтобы я стал последником между учителем моим и вами. Так и должен быть настроен. Понятно, да? Идея. Следующее. То есть мы разобрали два фактора молитвы. Первое. Это личность, которая связующим звеном является размер молитвы важен. Или его настроение, молитвы настроения. Есть также такое понятие, как иштадевата. Вот это очень важное понятие, которое мало кто понимает. Некоторые люди думают, что это для всех одинаково. Так вот, веды говорят, что не для всех одинаково. То есть иштадевата означает то понимание Бога, которое я имею. То понимание Бога, которое я имею, извините меня, у всех свое. Кто-то считает Бога Аллахом, кто-то Иисусом Христом, кто-то Буддой, кто-то еще с кем-то. Это индивидуально, абсолютно. Понимаете? И человек сам должен выбрать свою веру. Он должен сам выбрать, в каком направлении ему обращаться к Богу. Как он будет с ним контактировать, в какой форме. В каждом направлении есть свой вкус. Господь дал много вер разных для того, чтобы разные вкусы отношений с ним испытывать. Бог может быть разным или нет? Вот я могу быть разным? Могу. Не верите? Я могу быть совершенно разным. Я сейчас переоденствую, меня вообще не узнают. Я по-другому ходить начну, вести себя, как маленький ребенок могу совесть. Или могу старенького сыграть, или я могу быть мужем для своей жены, я могу быть отцом для своей дочери, я могу быть другом. Это разное поведение или нет? Абсолютно разное. А Бог может быть разным или нет? А он Бог не может. Он всегда одинаковый. Да бред полный. Есть разные типы людей, для которых разные отношения с Богом нужны. Абсолютно разные. Вот, допустим, мусульмане, они очень верят в могущество Бога, в его силу, в его непобедимость, в его неукротимость. И поэтому они с самого начала так и поклонялись Богу. И даже ситуация, в которой создалась эта вера, она была именно такой, что пытались уничтожить эту веру, укротить ее. И они как бы восстали против, они как бы обладали силой. Человек просто к пророку Магомету заходил на пять минут, и он менял свое представление о жизни, менял веру, все менялось в нем полностью. Даже был такой случай, что один человек вообще его убить хотел. Он смазал меч ядом, зашел к нему в его келью, и вышел уже мусульманином. И не убить его хотел вообще. И поменял веру в результате. Могущество на Бога, могущество, свет могущества. В христианстве очень развито вот это чувство милости Бога. В христианстве очень сильно другие, другое отношение. Отношение прощения, что Господь прощает, что Господь милостивый. Он любит нас и прощает нам, дает нам знания, просветляет нас, понимаете. То есть везде это есть. Но вот в мусульманстве, в христианстве это очень сильно выражено, это жемчужина. И посмотрите, как, допустим, верующие, первые христиане, они получали от Бога просветление, озарение. Они прощали все грехи, они обретали вот эту вот мудрость и так далее, стойкость. Если мусульмане всех побеждали, то православные страдали за Бога. Но никого не побеждали, они просто страдали за Бога. Мусульмане побеждали. Почему? Потому что они верили в силу Бога. Православные верили в Его милость. И просто терпели все. Видите, разные веры, разные направления жизни. И Господь разные ситуации создает. Есть много других культур и традиций духовных, которые многие из вас даже не знают. Это все надо изучать. Везде там присутствует Господь. Настроения разные. В мечеть заходишь, одно настроение служения Богу. Кому-то не нравится, кому-то очень нравится. В православный храм заходишь, второе настроение. Даже в католический храм заходишь, третье настроение уже. Совсем другое, не как в православном храме. Вроде бы одна вера, но разные настроения, поэтому люди разделяются на разные направления уже. Получается деление внутри религии уже, внутри одной веры. Есть православные, есть католики, есть еще другие разные направления христианства. Если мы говорим это хорошо, это плохо, это означает, что мы не уважаем эти настроения разные. Мы не уважаем людей верующих, значит, и их желание верить мы не признаем. А в ведической культуре есть разные направления. Их тысячи этих направлений. Есть разные настроения отношений с Богом. Во всех культурах. В мусульманстве много направлений. Я знаю несколько, по крайней мере, отношений с Богом. Я знаю суфии, допустим. Они кружатся в танце. Медитативное такое настроение у них в отношении с Богом. Очень красиво. Очень приятно смотреть. Следующее, что в молитве должно присутствовать, это связь. Связь. Человек должен понимать, что без связи не будет веры, не будет достижения цели. И так, есть мудрец или святость, которая связывает нас с Богом. Есть размер настроения молитвы. Есть то направление конкретное, в котором ты молитву произносишь. Есть личность Бога, к которой ты поклоняешься. И есть связь. Должна быть связь. Связь – это то, что человек воскидит, то, что дает веру. Связь. Человек связывается с Богом. Эта связь как выражается? Она выражается в виде благодати, которая в сердце приходит. Озеро наполняется. Мое озерцо наполняется силой. Эта благодать распространяется на друзей, на родственников, на жену, на детей. Все успокаивается в жизни. Все становится лучше, сильнее. Эта благодать распространяется на события, которые происходят. Я выхожу замуж, устраиваюсь на работу. Господь мне дает возможность нормально жить в этом мире. Потому что озеро счастья наполняется. Благодать от Бога идет и чувствует веру. Следующий вариант. Что я могу чувствовать от Бога еще? Я могу его чувствовать. Его желание могу чувствовать. Это более сильная вещь, чем просто благодать, которую он тебе дает. Ты можешь почувствовать, чего он тебя хочет. Чего Господь хочет, чтобы ты делал в этом мире. Ты миссию от Него можешь почувствовать, от Бога. Что еще человек может от Бога почувствовать? Он может Бога почувствовать. Он может Его как Личность почувствовать. Его характер, Его наклонности и так далее. Он может почувствовать в Нем Его природу. Может человек даже увидеть Бога, понимаете? Получить, как вот Сергий Радовичский увидел Богородицу. Он может увидеть даже Божественную Личность. Это называется связь. Связь возникает в результате служения. Если человек конючит что-то для себя, никакой связи с Богом не будет. Бог не строит личное отношение с теми, кто пытается жить для себя. Но человек может просить что-то для себя. Например, духовной силы, любви к Богу он может просить для себя. Он может просить для себя смирения, послушания. Все, что помогает ему в служении Бога. Но если он просит материального что-то, то это не то, что Богу нравится. Потому что Бог не хочет, чтобы мы в этом мире жили. Ему здесь не нравится. Не хочет, чтобы мы здесь оставались. Это мир испытания для нас. Следующее, что следует знать, это то, что существует также божественный звук. Вот смотрите, могу ли я имя с Бога произнести просто своим мясистым органом, который издает звуки? Нет. Имя Бога приходит в рот само в результате того, что я в Него верю. Понимаете, о чем я говорю? Это сложная тема. Вот смотрите, когда я читаю молитву, всегда ли эта молитва наполнена Богом? Нет. Она может состоять просто из звуков из обычных, которые не имеют никакой силы. Не значит, что я молитву прочитал и всегда это обретает силу. Для того, чтобы молитва силу обрела, человек должен включить память, должен святость вспомнить. Он должен с чувством это произносить. Он должен связь пытаться установить, включить веру, то, во что он верит. То есть вот эти все принципы, которые он перечистил, надо включить в своем сердце. И тогда молитва наполнится Богом. Бог сам наполняет по своему желанию молитву собой. Мы не можем с помощью звуков просто наполнить рот Богом. Но изо рта Господь выходит по своей воле, по своему желанию. Поэтому есть три стадии повторения молитвы. Сейчас я вам объясню эти три стадии. Первая стадия – это молитва оскорбительная. То есть молитва, в которой нет Бога. Стоит такую молитву произносить? Беды говорят, стоит. Потому что когда человек начинает просто хоть как-то молиться, приходит время, он молится лучше. Человек должен любую молитву происхать, произносить. Если человек имя Бога произносит, как бы он ни произносил, он все равно получает благо. Потому что имя Бога, оно его очистит. Даже если он оскорбительно, без веры, без внимания, в суете произносит. Все равно это благо, это лучше, чем мат произносить. Благо есть, но оно действует постепенно, очень медленно. Оно не дает сразу силы и могущества. Второй тип – уровень повторения через много лет. Когда человек просто молится, просто пытается что-то. Он получает очень много блага. Какие это блага? Меняется его жизнь, уходят вредные привычки. Он получает нормальное существование. В это время, когда человек произносит молитву без веры, в это время он уже, этот человек, получает хороших друзей. Он входит в состояние благости, избавляется от вредных привычек. Много-много чего в жизни он получает. Но чего он получает в жизни? Он получает то, что улучшает его счастье в этом мире. Когда человек без веры молитвы читает, он получает все, что улучшает счастье его в этом мире. Но Бога при этом он не получает. Жизнь его лучше становится, это факт. И чего хочет человек в это время? Вот чего большинство из вас, из нас, чего хотят большинство? Хотят счастья в этом мире. Как ни крути, мы этого хотим. Поэтому, когда человек просто начинает молитву читать, как он может, он это и получает. Получает возможность быть счастливым в этом мире. И это увеличивает его веру в Бога или нет? Без всякого сомнения увеличивает. Без всякого сомнения. Следующий уровень молитвы – это молитва, отраженная от святости. Могу привести пример. Допустим, если вы будете вместе с каким-то возвышенной личностью читать молитву вместе, ваша молитва другой станет. Вы почувствуете необыкновенную радость в сердце и почувствуете силу в этой молитве. Но эта сила будет в том случае, если вы будете сильно верить в этого святого человека, в котором вместе читаете молитву. Это называется отраженная молитва или отраженная сила. Молитва, которая уже, веды говорят, приводит в духовный мир. Это уровень молитвы, который отраженная просто от святости. Молитва, человек в сердце думает о святом человеке, о священном писании. Он думает о святости и читает молитву в это время. Она уже сладкая. То есть человек уже чувствует необыкновенный вкус. У него духовная сила. Он дополняется духовной силой. Чувствует победу. Он уже верит в свою судьбу. Верит в то, что ему эта молитва поможет. Уже много чего происходит в его сердце. Не просто так он читает. Он чувствует вкус духовной жизни. Ему нравится духовная жизнь. Вредные привычки до свидания в этот момент. До свидания и неправедная жизнь. Веды говорят, что когда человек отраженную молитву начинает читать, молитву, которая связана со святостью, это не его еще молитва личная. Это молитва, которой он вдохновляется и произносит по милости. Он по милости святого места произносит эту молитву. По милости святого человека. По милости священного писания, которое рядом с ним лежит. Для того, чтобы такую молитву повторять, нужно милость иметь. Не в одиночку читать, а чтобы милость звучала, стояла, смотрела на тебя, как икона. Понимаете? Поэтому мы и говорим, что надо кланяться к святости для того, чтобы повторять молитву, чтобы хотя бы на этот уровень повторения молитвы зайти. На этом уровне человек освобождается от всех грехов полностью. Ни следа греха не остается в его сердце. Уже на этом уровне. И он попадает уже в духовную обитель. Но если человек хочет отношений с Богом, он должен чисто произносить молитву. А чистое произнесение молитвы — это бесконечно возвышенный дар. Хотя бы один раз человек, если чисто, с огромной верой, непреклонной верой произносит молитву, хотя бы один раз, все грехи немедленно сгорают в его сердце. И он становится уже не жителем этого мира. Он становится жителем духовного мира. Хоть и находится еще здесь. И люди, которые хотя бы один раз в жизни чисто произнесут молитву, особенно в которой есть имя Бога, такие люди очень редкие на этой земле. Их можно по пальцам перечислить. Это очень редкий дар — произнести так молитву, чтобы сам Господь зашел в твой язык. И когда человек такое имя Бога произносит, то это уже воплощение Бога. Господь воплощается в его звуки. Он может принять даже форму из этой молитвы. То есть он оживает. Господь оживает в звуке человека. Господь может появиться в нашем звуке или нет? Но есть такая возможность. И он ограничен в чем-то. Есть определенные правила, которые нужно соблюдать для чтения молитвы. Правило предназначено для того, чтобы увеличить концентрацию и не отвлекаться. Первое правило — молиться нужно в чистом месте. Чистом означает свободным от духов. Если человек спит в каком-то месте, он его оскверняет. Если человек ругается в каком-то месте, он его оскверняет. Если человек кушает в каком-то месте, он его оскверняет. Если человек грязно содержит какое-то место, это место оскверняется. Если человек плохо думает о том, то он оскверняет это место. Поэтому алтарь должен находиться в том месте, где нет вот этих всех событий. Ну, допустим, у вас одна комната. Ну, поставьте алтарь там, в каком-то месте этой комнаты. Когда вы кушаете, закрываете. Когда вы спите, закрываете. Когда вы ругаетесь, закрываете алтарь. Не давайте ему контактировать с этими энергиями. И это будет чистое место. Не обязательно чистое, означает отдельное. Лучше, конечно, из большой дома отдельную комнату сделать для алтаря, для Бога, для поклонения. Всегда нужно алтарь протирать. Место, где вода очищает место. Когда человек протирает место водой, он очищает его, это пространство, очищает от злых влияния. Злые влияния означают негативное. Позитивное все означает духовное. Позитивизм не означает злорадство. Позитивизм означает доброе чувство ко всем. Позитивизм — это энергия души. Все самые лучшие качества характера, доброта, простота, нежность, мягкость, честность, решимость, аскетичность, отрешенность. Все это качество души, это духовные энергии. И все они позитивную природу имеют, не негативную. Поэтому нужно, чтобы алтарь позитивно выглядел. Он должен обладать вот этой силой чистоты и радости. Что может там стоять? Там может быть стоять изображение Бога, или священная книга, или присутствовать элементы святой земли, элементы святой личности, допустим, прав святого человека, или просто земля с его захоронения. Там может присутствовать изображение святого места, или изображение святого человека, или святая вода может стоять. Все это может быть на алтаре. Алтарь — это место, где человек контактирует со святостью. Надо придерживаться тех правил, которые существуют в вашей духовной традиции, и стараться не отклоняться от них. Это усилит возможности поклонения. Потому что эти правила создаются не зря. Каждая духовная культура, она имеет свои правила с построения алтаря, и это все имеет глубокое значение, поэтому не нужно от этого отклоняться. Также следует знать, что если вы не хотите следовать никакой духовной традиции, это значит, что вы не имеете так же слишком большой веры в Бога. Потому что если человек не принимает духовную традицию какую-то серьезную, это значит, что он как в детском садике в отношении с Богом находится. Духовная традиция — это институт духовной жизни. Зачем нужна духовная традиция, чтобы человек глубоко осознал, что такое отношение с Богом? Каждая традиция дает свои отношения, поэтому в каждой традиции свои правила. Их надо точно придерживаться. Когда человек принимает традицию духовную, он принимает так же все эти правила. Если вы говорите, а я вот в этой духовной традиции нахожусь, но при этом использую другие правила, это значит, что вы ее еще не примите. Когда человек принимает полностью духовную традицию, он никогда не использует никакие другие правила и законы. Он использует только то, что связано с этой традицией. И наставник у него тоже в этой традиции настройка находится. Часто люди спрашивают, где найти себе наставника. Сначала человек должен духовную культуру себе найти, в которой есть обязательно Священное Писание. Потом он должен себе это Священное Писание найти. И в лоне этого Священного Писания будет много традиций. Выбери одну из них. Сначала человек в культуру попадает, потом начинает изучать Священное Писание, и потом есть, допустим, Коран. Это Священное Писание. Коран — это не духовная традиция. Есть несколько традиций, которые следуют этому Священному. Есть Библия, но это не духовная традиция. Есть традиции много, которые следуют Библией. Каждый по-своему. Есть Веды, но это не духовная традиция. Есть много духовных традиций, которые следуют Ведам. И так далее. Понятно, да, система? Поэтому первое, что человек должен выбрать, это Священное Писание. Надо изучать все Священные Писания, смотреть и решить, что для тебя, в каком направлении ты хочешь двигаться. Как это можно выбрать? А самому выбрать невозможно. Нужно общаться с теми, кто уже выбрал. Меня спрашивают, допустим, Олег Геннадьевич, как вы относитесь к православию? Для того, чтобы узнать, что такое православие, не надо спрашивать Олега Геннадьевича. Надо спрашивать православного человека, который очень серьезно изучает и поклоняется в лоне этой традиции. Понятно, да? Какой смысл спрашивать дилетанта в этой области? Итак, когда человек уже понял, как он сделает алтарь, если у вас нет никакой традиции, делайте алтарь, как можете. В этом нет ничего страшного. Бог не обидится. Я когда изучал, пытался понять свою веру, у меня на алтаре стояло все, что я считал святым. Я считаю, что это нормально, правильно так делать. Это помогает. У меня стоял на алтаре Иисус Христос и Кришна, и Будда, все вместе. Несколько вариантов духовных учителей. Я начал поклоняться Богу. Я очень был счастлив в это время. Потому что лучше всего не бояться никаких предрассудков в этой области. А что такое предрассудки? Предрассудки – это когда человек считает, что только так можно верить Бога, как он считает. Вот это предрассудки. Он ограничивает Бога таким образом. Считает, что Бога нет других отношений с людьми, кроме так, как у него, с ним. Это ограничитель. Но если человек хочет поклоняться не Богу, а просто знанию или счастью, или у Бога много вариантов, есть вот такой Бог и есть такой Бог, то это уже неправильно. Меды говорят, что есть много имен Бога, много воплощений Бога, но Бог один. Некоторые не признают, что у Бога много воплощений. Они считают, что только одно воплощение. Тоже нормально. В этом нет проблем. Как бы вы ни считали, мы всё равно всего Бога не поймём, и мы всё равно не поймём всего, что у Него есть. Как бы человек ни был ограничен в воскресе Бога, это хорошо. Его ограничитель – это его вера, и это хорошо. Каждый человек движется в рамках своей веры. И если есть такие ограничители, в этом ничего страшного нет. Потому что цель – это Бог. Так, когда алтарь готов, надо понять, что ещё может помочь молитве. Первое, что надо знать. Когда человек молится утром, он в десятки раз больше побеждает судьбу, чем днём или тем более вечером. Утром – это благостное время. День – это время для труда. Вечер – это время для отдыха. Утром – это время для души. Это время, в которое человек реально может победить судьбу. Самое лучшее – молиться до того, как солнце зашло на горизонт. Солнце восходит на горизонт. У вас где-то здесь, в Питере, 7 часов 20 минут где-то. Час в 6 поменяли, да? В 6 часов. Ну, значит, надо вставать в 5 хотя бы. А, вы не поняли ничего. Вы не поняли. Не в 5 восходит солнце. Сейчас объясню. Вот смотрите. Когда свет появляется на горизонте, это не то. Я не об этом говорю. Я говорю о том, что есть вот взять Землю, допустим, как шарик. И пусть солнце движется вокруг Земли, пускай предположим. Мы в одной точке находимся, допустим, сверху. Вот здесь вот у нас 12 часов дня, здесь 6 утра, здесь 12 ночи, здесь 6 вечера. Так? Вот солнце, когда подходит снизу, допустим, вот я здесь стою. Солнца нет. Допустим, еще нет солнца, да? Солнце подходит. В какой момент оно со мной начинает контактировать? Когда оно пересекает вот эту границу в 6 утра. Но если оно пересекает полого, то его не видно. Может выйти только в 8, если очень полого. Но все равно шарик остается шариком, и все равно вот эта граница в 6 утра, она пересекаться будет, даже на Северном полюсе. Хотя там солнце, северное сияние. И там полгода день, полгода ночь. Все равно колебания вот это вот даст, пересечение или туда, или сюда. Поэтому есть 6 утра, понимаете? И у вас здесь 6 утра, 7 часов наступает. 7.45, да? Вот это вот то время, когда уже после этого времени сознание переключается на внешнюю жизнь. Когда солнце пересекает вот этот горизонт в 7.45, сознание и включается уже на внешнюю жизнь. Уже куда-то потянуло, о чем-то начал думать и так далее. Понятно, да? От времени года не зависит. Может быть темно или светло, не имеет значения. Поэтому до этого времени лучше уже прочитать молитву. У вас на сколько? 6.45? 7.45. И у вас на сколько? 7.45, где-то для людей? Оно чуть-чуть колеблется от... У нас есть этот сайт, это разноф.ру, там точно время можно по своей городу узнать, без проблем. Мы имеем в виду то время, когда 12 часов дня солнца стоит в зените в это время. А здесь в это время не 12 часов дня, а час сорок пять. Почему такая разница? Потому что была такая великая личность, которая создала декрет о времени. Ленин всегда живой. Эта личность, которая на всей территории СНГ, перевела время на один час. В результате уже смещение на час получилось. И это везде сейчас остается измещение. До сих пор никто не отменил этот декрет о времени Ленина. Поэтому такая разница у нас с натуральным временем в нашей стране. Короче, Ленин направил время в декретный отпуск. Декрет о времени здесь. Наверное, час. Но время-то от этого не изменилось, правильно? Солнце в зените в 12 часов, у нас час сорок пять. Просто наши мозги в декрет отправил. Но что делать? Такова жизнь. Поэтому 7.45 тоже смещение происходит такое. В это время уже ослабевает способность побеждать судьбу. Но даже в это время хорошо молиться. Все равно утром хорошо молиться. До часа сорока пяти все равно хорошо, но лучше до восхода солнца. В восходе имеется пересечение вот этого горизонтальной линии, вот это 6 утра. Два часа до этой границы является жемчужиной духовной жизни. Вот, допустим, начиная с 5.45, здесь, если человек молится, до 7.45. Это супер. Это самое лучшее. Это мощное влияние на судьбу оказывается в это время. Ну, я как бы по себе сужу, я 2 часа в день молюсь. Ну, вы можете час, допустим, или 30 минут. Как выбирать для себя сколько молиться? Поднимите руку, у кого в день нет свободных 30 минут. Неужели у всех есть 30 минут? Это значит, вам всем надо как минимум 30 минут молиться в день. Если у вас есть 30 минут свободно, 30 минут молитесь. А у кого есть 40 минут свободно? Нам, значит, как минимум 40 минут молиться. А у кого час свободный в день есть? Значит, час надо молиться. И так далее. Вот сколько у человека есть свободного времени, столько он должен молиться. Свободного времени означает не занятого. Бывает, человек говорит, у меня 15 минут нет свободы. Тогда 10 минут молись. Но когда человек выбирает себе правило молитвенное, и от него отступать уже нельзя. Поэтому лучше выбирать правило покороче. Понимаете, почему я так говорю? Потому что если человек отступил, у него теряется вера в свою возможность идти к Богу. Это страшная вещь. Поэтому лучше на начальных этапах сделайте себе самый маленький промежуток. Ну, допустим, 10 минут в день. Но не отступайте никогда в своей жизни от этого. Каждый день 10 минут. Все. То же самое. Это тоже нормально, да. Пожелание всем счастья означает, что вы обращаетесь к энергии Бога. Все равно нет ничего без Бога. Счастье — это энергия Бога. Это женский аспект Бога. Энергия Бога имеет женскую природу, счастье. Нормально. Но это не побеждает судьбу. Это успокаивает ваш ум и дает вам сосредоточенность и понимание вещей. Это дает вам знания. Но если вы хотите победы, победы, тогда надо садиться. Вот смотрите, вот алтарь. Дальше что нужно? Нужно включать звук святого человека. Или священное писание, или святую музыку какую-то. Надо что-то включать, потому что звук помогает звуку. Нужно настроение создать. Понимаете? У нас такое настроение внутри свое. Какая карма, такое настроение. Настроение создает судьба человеку с утра. А звук святого человека побеждает судьбу. Он вне судьбы. Надо включать звук. Потому что когда люди сильны в молитве, им лучше читать в тишине. Когда человек слаб, ему лучше включить то, что помогает ему стать сильным. Лучше читать рядом с кем-то. Если нет возможности с кем-то рядом читать, читай рядом со святым человеком, пускай в записи. Это все равно помогает. Понятно, да? Система. Дальше. Нужно включить свечки. Свечки, огонь, чистый огонь. Не электрический. Он вводит в такое мягкое состояние любви. Это энергия любви. То есть энергия свечей, это энергия любви. Энергия лампочки, это уже такая раздражающая энергия. Это плохая энергия огня. Нехорошая. Она мешает, концентрируется. Дальше. Очень важно занимать правильное положение тела. Человек во время молитвы не должен двигаться. Это очень важно. Движение означает колебание ума. Наше желание двигаться означает желание уйти от аскезы. Мы хотим расслабиться. Мы не хотим трудиться. Труд означает неподвижное состояние. Есть особые положения тела, которые реально концентрируют психику. И эти концентрации имеют разный вид. Например, если человек стоит вот так неподвижно и молится, стоя, то это дает ему возможность в жизни иметь устойчивость, способность быть сильным. Когда человек стоит на коленях неподвижно и молится, тогда человек обретает послушание перед Богом. Он обретает способность себя ставить ниже Бога. И концентрацию на вот это свое положение. Я слуга, ты господин на колене. Эту концентрацию, на этот аспект. Когда человек сидит на ягодице, вот так неподвижно, и молится, то в это время он обретает способность преодолевать препятствия. То есть он способен побеждать судьбу. То есть это положение силы, которое дает возможность побеждать судьбу. То оно концентрирует волю, волевой аспект концентрирует. Есть положение, в которое не каждый может сесть. Допустим, под Масана, поза лотоса. Это положение, оно сосредотачивает мысли на Боге. Мысли, когда... Вот эта поза лотоса, она... И мысли в одном месте фокусируются сразу. Когда человек чувствует, что в жизни, как бы, у него есть непреодолимое препятствие, как-то надо его обойти, он может вот так садиться. Одна нога вот так, другая так. Но это положение дает возможность как-то, ну, огибать трудности. Не побеждать их, а обходить стороной. Есть еще положение, которое хорошо садится людям, которые хранят обед безбрачия, цельбак. Это положение бабочки. Вот так ноги, вот так вот расширяю, вот так ноги. И две ступни вместе. Вот так вот. Понятно, да? Ноги вот так вот. И стараться надо ближе к ступни, вот так вот, близко. Когда человек так сидит, у него... Он избавляется от возделения. Возделение — это одна из энергий желания наслаждаться этим миром. Это противоположность энергии любви. Чем больше у людей похоти друг к другу, тем меньше любви друг к другу настоящей. И хуже у них отношения будет. Когда человек читает молитву, он должен понять такую вещь, что его будут беспокоить мысли. И причина, почему они беспокоят, заключается в том, что его энергия, озеро счастья, в котором находится, она гербанится с разных сторон. Оттуда отток идет. Жалюзи открываются автоматически. Куда вода потекла, туда и мысли текут. А куда обычно течет? Там, где нужна энергия. Работит все плохо. Туда, значит, нужна энергия. Ребенок болеет. Туда нужна энергия. Денег нет. Туда нужна энергия. Вот пусть хочу. Туда нужна энергия. Хочется отдыхать. Но человек должен что сделать? Он должен стараться. Не то, что энергия туда не будет идти. Она будет идти. Это все будет работать. Но почему я сам на это настраиваюсь? Потому что я считаю себя Богом. Я считаю, что я сам могу давать энергию. Понимаете? Я считаю, что эта энергия счастья мне принадлежит. Для того, чтобы поменять это настроение, человек должен настроиться на святость. Я хочу тебе служить. Я хочу думать о тебе. Я хочу жить для тебя. Выполнять твои наставления. И этому помогает духовная музыка. Или молитва святого человека. Этому помогает поклон. Когда человек кланяется, он себя кому-то подчиняет. И когда ты чувствуешь, что ты уже забыл про эти события, которые с тобой происходят, то в это время и ты думаешь о святости и начинаешь ей служить, в это время озеро счастья или силы, или веры, или благодати наполняться начинает. И в чем это, как это выражается? И на душе не случайно светло, и не случайно весело. Человек начинает чувствовать сначала спокойствие в сердце. Спокойствие означает, что водоемчик заполнился уже. Ватерлиния стала нормальной. Счастье хватает жизни. Водоемчик наполнился счастьем. Первая стадия молитвы. Потом, да? Мысли. Ум трудится, тело сидит. Можно телом кланяться, тоже нормально. Но это уже другое, это труд для Бога. Время молитвы лучше не двигаться, но ум кланяется. Но есть другие способы. Можно, например, трудиться с помощью молитвы. Тогда ты не просто молишься в сердце, это как медитативная молитва. А есть молитва в труде. Ты кланяешься и молишься. Это тоже классно. Это тоже хороший метод. Но если ты просто ерзаешь, это уже не метод, понимаешь? Ты делаешь что-то для Бога, кланяешься, это метод. А если ты ерзаешь, это не метод. Или ты ходишь сюда-сюда, иду-сюда, иду-сюда. Это не метод. А вот если ты делаешь хлеб для Бога и молишься, вот тогда это метод. Можно втрудиться для Бога, а можно просто неподвижно сидеть. Я, к сожалению, должен уже заканчивать. Пару вопросов. Да. То, что тебя вдохновит. Может быть те, что ты молишься, а может быть и не те, что тебе даст настроение правильное, что тебя выведет из сна. Душа спит, как она, у меня все нормально, не знаю никакая молитва, все, на работу пойду надо готовиться, тебе некогда вообще, вот, еще мне эта молитва сдалась, и так нормально, молиться буду завтра, сегодня некогда. Правильно освещать пищу в своей традиции духовной, правильно. Вот какая у вас традиция духовная, так и правильно. А если нет никакой традиции, тогда просто Богу молитесь и думайте о нем, и пища будет освящена. Человек не должен мучить духовного учителя, пытаясь с ним постоянно встречаться. Это называется эксплуатация. Духовный учитель предназначен для того, чтобы выполнять его наставления. Надо вспоминать его постоянно и выполнять постоянно его наставления. Ему будет гораздо радостнее за меня, чем я буду его мучить и бегать за ним. Духовный учитель невозможно найти. Бог дает духовного учителя, Бог есть, он может вам дать наставника или у него нет возможности такой. А когда он вам его даст? Когда вы придете к этому в своей жизни. Вот и все. Его не надо искать. Я всего лишь даю предварительное наставление. Я перед собой определенную планку в жизни поставил, я даю предварительное образование духовному людям. В это время я являюсь вашим наставником, пока вы получаете предварительное образование. Как только выбираете свою веру, то я уже не являюсь вашим наставником. Вам вашим наставником должен являться тот, кто в вашей вере находится. А если нахожусь, вы можете, я могу оставаться вашим наставником, но у вас должен быть еще духовный учитель для этого. Я не являюсь духовным учительом. Нужно учиться у кого-то, у кого-то. Можно бусы сделать, да, это называется четкий. Четкий нужны для того, чтобы контролировать количество молитвы. молитвы сделать. Это не самоцель из какого-то святого дерева делать. Просто для того, чтобы контролировать счет. Но научитесь у кого-то. Идите к тому, кто может. Я тоже не верю в Бога. Я тоже не верю в Бога. Я верю в Бога. Вы верите, и я верю тоже. Я не понимаю его, и никто его не понимает. Его невозможно полностью понять. Я в него верю, когда предаюсь ему, молюсь, а когда я думаю о том, чтобы нажраться, я забываю про него. Значит ли это, что я в него верю полностью? Нет. Полностью верит в Бога тот, кто постоянно думает о нем и никогда его не забывает. Это очень высокий уровень сознания, только чистые души на это способны. Чего вы мотаете вот так головой? Вы не знаете таких людей, потому что вы их не искали? Да. Я хочу. Ищите. Я хочу. Ищите. Да. Это индивидуальный вопрос, интимный. Можно его задавать наедине. Потому что здесь люди разных культур духовных. Мы уже сейчас должны повторять, я желаю всем счастья. У нас сегодня мало времени. Если вы хотите познакомиться с моей духовной культурой, то тогда вот сегодня, это редкая возможность, она сегодня предоставляется. Я хочу. Вы можете здесь остаться и посмотреть, что у меня за духовная культура. Привет. Один из моих духовных наставников, который читает вам лекции. Вот. После лекции в фойе я буду подписывать вот эту книжку «Ещество кулинарное искусство». Ну, недолго. Минут 15-20. Можно ее приобрести. И здесь праздника скидка. То есть она дешевле продается. На выходе вам будут анкеты для обратной связи. Выходите, пожалуйста. Если вы хотите попасть на лекции на наши, то вам будет объявляться. Сейчас я обязан уже заканчивать лекции. А? Лекции приезжают. Я в Питер приезжаю намного чаще, чем другие города. Например, в Лежевск приезжаю раз в два года, в Казань раз в год. В Питер приезжаю пять раз в год, как Ленину. Еще пять? Еще пять давай. Я очень польщен вашей любовью и считаю, что я недостойный, если честно. Спасибо вам большое. Давайте сядем прямо. Мы сейчас потренируемся, вот вы спрашиваете, как это делать. Давайте просто настрой какой-то сделаем. Мы в ведической культуре, люди, когда собирались вместе, разных культур и традиций, то им было тоже что почитать и поговорить. Они тоже читали вместе настрой. Эти настрой в древней культуре назывались шанти-мантры. Слово шанти переводится как мир или благополучие. И одна из таких шанти-мантры звучит. Я желаю всем счастья. Я желаю всем мира, чтобы не было войны. Я хочу, чтобы у всех была удача в жизни. Пусть никто не страдает. Пускай у всех все будет хорошо. Это какой традиции духовный принадлежит? Ко всем. Поэтому все люди вместе могут так читать, повторять. Некоторые говорят, Олег Геннадьевич изобрел свою мантру. Я желаю всем счастья. Это я ничего не изобретал. Это просто настрой, который помогает понять, как молиться, как настраиваться. И он помогает нам быть всем вместе. И это также не является грехом желать другим людям счастья. Мы должны учиться это делать. Люди любой веры должны учиться желать всем счастья. Иначе у них нет никакой веры. Если человек брезгует повторением, я желаю всем счастья, значит, тогда о какой молитве может идти речь? К чему он молится тогда в своей жизни? И так надо вспомнить в своей духовной культуре, в своей традиции то, что вы считаете святым. Кланяться святостей и мысленно повторять, я хочу тебе служить, я хочу жить для тебя, я хочу предаться тебе. Ничего святыне нужно, святыне нужно, чтобы мы обрели совершенство жизни, чтобы мы обрели настоящее счастье, любовь к Богу. Поэтому мы повторяем, я желаю всем счастья. Когда я повторяю, я желаю всем счастья, я имею в виду любовь к Богу. Каждый должен иметь примерно то же самое в виду. Это самое лучшее счастье, которое может быть в этом мире. Но концентрироваться надо на источнике счастья. Мы не источники счастья с вами. Если во время повторения, я желаю всем счастья, забываете свою святыню, то тогда никакого счастья из вас не исходит. Ничего не пожелать никому не можете, потому что краник закрывает цвет номер. Я желаю всем счастья. 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 Если хочется, то, чтобы кто-то купил. Продолжение следует...